Добрый вечер, дорогие поклонники Декупажа и все, кто не представляет себе свою жизнь без творчества. Я с радостью приветствую вас на нашей онлайн-конференции «Декупаж от А до Я». Друзья, и по традиции я жду в чате ваших плюсиков, если вы меня хорошо видите и слышите. Вижу, как прибывает народ. Это очень здорово. Друзья, спасибо, что вы с нами. Очень мне радостно читать ваши комментарии каждый вечер. А пока я жду от вас обратную связь, я напомню вам о правилах поведения в чате. Пожалуйста, не выкладывайте картинки, ссылки и видео. Это затрудняет работу нашего чата, и мы можем перестать общаться с нашим мастером, ну и, конечно, друг с дружкой. Будьте, пожалуйста, взаимовежливы. Не хамите и не грубите. Все мы собрались, чтобы получать удовольствие. Если кому-то неинтересна наша тема или то, чем мы здесь занимаемся, вы всегда можете заняться своими делами. Если по какой-то причине ваше качество видео не очень хорошее, вы можете настроить все это своими ручками с помощью шестеренки, которую видите в нижнем правом углу. Выберите качество видео немножечко ниже, если у вас не сильно скоростной интернет. Так вы сможете наслаждаться нашим вечером, а ваше видео не будет зависать. Так, друзья, пока вижу от вас только приветствие. Где же будут наши плюсики? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, никак не вижу ваших плюсиков. Ага, вот, чудесно. Первый Ирина дала. Спасибо, Ирина. Людмила. Друзья, я вас прям не узнаю. То ли у нас чат немного сегодня так тормозит. Вот они, вот они мои любимые плюсики. Здорово. Спасибо, друзья. А я уже распереживалась. Где же наша обратная связь? Неужели меня не видно? Здорово. Спасибо большое. Это чудесно. Ну так, друзья, тогда я предлагаю начинать наш вечер. Да, Сергей, вижу, что видимость у вас отличная. И представляю вам нашего мастера Ольгу Львилисову. Друзья, вы уже успели полюбить эту мастерицу за ее необычайные идеи и всегда интересные мастер-классы. Сегодняшний вечер, конечно же, не исключение. И я вам обещаю, что вы узнаете много чего интересного. Так, Ольга неожиданно покинула нашу комнату. Сейчас она к нам вернется. Пока она подключается, друзья, у нас еще есть буквально минутка. Я вам напомню о нашем специальном предложении. Это записи всех мастер-классов наших вечеров. Вы можете приобрести их всего за 1490 рублей. Над баннером, над чатом вы видите баннер, с помощью которого вы сможете оформить заказ. Поэтому не теряйте времени. Как только наша конференция закончится, цена на записи значительно вырастет. Успейте приобрести видеозаписи по привлекательной цене 1490 рублей. А самое главное, это даст вам возможность наслаждаться творчеством в удобное для вас время. Ни под кого не подстраиваться. В полной тишине и спокойствии. Вот так, друзья. Ну все, Ольга к нам вернулась. И я, конечно же, прошу вас поприветствовать в чате нашего мастера восклицательными знаками. Это будут наши аплодисменты. И хорошее начало творческого вечера. Ну и чтобы не терять время, я передаю слово. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте, девочки. Мы готовы творить. Предлагаю начинать. Катюша, у меня чат. Чат, он сейчас отвиснет, я думаю. А что у вас сейчас? Восклицательные знаки идут? Вот я вижу, наши участники вас приветствуют. На плюсах еще на плюсах еще. Да, чат у нас немножечко сегодня подвисает. Я тоже долго ждала плюсиков. Это, наверное, работа контакта у нас так немножечко не налажена. Ну тогда, когда я попусь, его несколько минут. Чат для меня вкусный. Да, его можно попозже перезагрузить. Попробуйте его обновить, саму страничку. Но я здесь, я читаю чат, поэтому вот вас видно. Девчонки, всем, всем. Звук фонит, потому что два микрофона. Сейчас я выключаю свой, и все, и звук у нас будет отличный. Все, Ольга, я передаю вам слово. Девочки, привет. Я надеюсь, сейчас чуть попозже, может быть, я попробую перезагрузить чат. Пока я не вижу обратной связи, поэтому буду условно в тишине. Уже вам сказали, меня зовут Вилли Сава Ольга. Я выступаю вот уже не первый раз на площадке мастеров. Сегодня у нас такая тема, как декупаж в красках. Я для вас приготовила, опять же, несколько работ, которые я покажу в процессе. Сейчас пока вводная. Вот, чтобы с чатом сделать, чтобы вас видеть. Что, вот, все, вы у меня очухались. Спасибо вам. Пошло. Надеюсь, сейчас все прекрасно. Я надеюсь, контакт сегодня не подведет. Погода вроде у нас сегодня неветреная, поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Давайте немножко пока расскажу о себе, кто не знает, потому что не все, я так думаю, пока еще люди прибывают. У нас еще есть время, прям буквально 5 секунд, 5 минут. Никаких презентаций не буду показывать. Сразу уже, как было говорено, Вилли Сава Ольга. Если есть желание, можно набрать потом попозже в адресной строке, загуглить в Яндексе. Вилли Сава Ольга декупаж, там выплывет очень много того, чем я занимаюсь. Это золотое яблоко. Группа ВКонтакте – это сайт. В декупаж я пришла в 2012 году. Занимаюсь, так получилось, что декупаж меня увлекает. Это стало непросто. Каким-то таким, знаете, домашним творчеством это переросло в нечто большее. Для меня теперь я очень плотно занимаюсь живописью. То есть живопись для меня – это релакс, это и отдых, и учеба, и прокачка, и в то же время работа на заказ. По живописи я онлайн не провожу пока. Я считаю, к этому еще абсолютно не готова. А терапия такая некая, знаете, у меня терапия, когда даже болит голова, рисуй. То есть в любом случае. Ну, мы сегодня не по живописи тут собрались, мы по декупажу. Что я хочу сказать? Привет-привет. Вот уже лица вижу знакомые. А сегодня у нас краски. Одно другое перекликает. Тема очень актуальна. Она такая вообще очень, как сказать, всегда была всем интересна и очень, наверное, сложна. Потому что декупаж – это непросто. Наклеить картинку, да, это еще хочется понять, как рисовать. Последнее время я решила выпускать уроки. У меня уроки, я выкладываю их на YouTube, также кидаю в группу. Эти уроки именно по подрисовке. То есть я очень популярно, очень подробно рассказываю, показываю, как мешать краске. Последнее видео было, которое пользуется безумной популярностью. Я его буквально два дня назад выкинула. То есть я показываю это абсолютно на простых предметах. Пока это досочки идут в расход у меня. Обычные декоративные. Декоративные. Последнее это было видео «Шебешик». Досочка в стиле «Шебешик». Казалось бы, просто белая досочка. Но сколько там намешано разных красок, чтобы получить вот этот именно эффект, чтобы подобраться к тому цвету, который необходимо подрисовать. Сразу хочу сказать, чтобы избежать уже потом дальнейших вопросов по поводу образования. Как я вам все уже сказала, я пришла в декупаж творчеством. Именно рисованием, живописью и декупажем я в жизни своей, в молодости не занималась, кроме как раскрашивать раскраски в детстве. Очень это любила под капающий дождик. Что поняла просто, когда начала, что у меня это гликор. Я начала понимать, как краски разводить. И, естественно, очень хорошо продвинулась уже, когда стала плотно заниматься. Именно живописью. Именно уже когда рисовать, не именно когда декупаж. То есть одно, другое дополнило. И такой важный момент какой-то я второй раз уже упускаю по поводу... А, по поводу образования. Меня частенько спрашивают, есть ли у меня художественное образование. Так вот сразу хочу сказать, я этим не горжусь. Нет, просто это я говорю к тому, чтобы было понимание, что мы все можем, если упереться лбом или, не знаю, там, рожками или еще чем-то. У меня два высших образования. Мне так получилось, что у меня экономическая и управленческая работаю. Я бухгалтером. Но вот занимаюсь вот для души, не знаю, там, для какого-то, знаете... Ну, творчество это больше, наверное, полет души. Естественно, сейчас это уже стало приносить определенный доход. Уже и работы, и, понятно, вот и обучение пошло дальше шире. Ну, все. Теперь я вам хочу показать, что сегодня я буду демонстрировать. Сегодня, как было заявлено, у меня будет панно. Панно будет... Это такая вот фреска. Вот пока показываю так. Решила вам показать на холсте. Подготовила ДВП. Но ДВП как-то я не совсем люблю. Я считаю, что несмотря на определенные, знаете, жизненные, наверное, такие вот творческие дорогие материалы, все равно этот материал, ну, как-то он больше строительный. Конечно, за неимением можно просто взять, вырезать, просто загрунтовать. Если рисовать маслом, то еще необходимо пройтись желатином. Если просто это идет под акрил, то вот, пожалуйста, практически готовый холст. Для того, как это говорится, тренировка на кошечках, ради бога. Взяли и тренируемся на кошечках. Сегодня я вам буду показывать просто на обычном картонном холсте. Я их очень люблю в своей работе. Я рисую картины на них. Также я делаю фрески. Также делаю панно различные. Это просто картон Пэбио. Он есть разный. В Сонете их продают, эти картоны, холсты, картоны. Люблю я на них работать. Очень благородный достаточно материал. В плане вот... Для любого творчества. Выбрала я такую картинку. Вот, ну, захотелось мне как-то Венецию. Я уже делала. Делала девчонкам на онлайн обучение. В свое время в закрытом клубе. И просто делала видео. Решила сегодня поэкспериментировать именно на эти левят башни. Ну, вот как-то вот мы сегодня будем с вами путешествовать. Из Парижа в Венецию. Потому что блокнот я буду делать в теме Венеции. Там будет немножко своя история. Так вот. Здесь я не стала приклеивать. Потому что, как я понимаю, у нас очень много начинающих. Кто приходит, кому любопытно. Я прекрасно понимаю, что много тех, кто же продолжать. Много тех, кто уже давным-давно диппапажем занимается. Пришел просто, ну, полюбопытствовать. Или там, я не знаю, расширить свой где-то, может быть, круглозор. Узнать какие-то нюансы. Все равно очень интересно. Я тоже часто смотрю каких-то мастеров для себя, подмечая интересные моменты. Вот. И поэтому я прямо здесь начну вот как оно есть. То есть буду приклеивать. Немножко расскажу, чтобы не было вопросов в чате. Изредка буду глазками пробегать по чату смотреть. Где-то буду успевать отвечать на вопросы. Если что, все вопросы в конце я непременно на них отвечу. Ну, также очень любят мне писать после конференции, я отвечаю на все вопросы. Ну, не сразу, конечно, уже не ночью, там, на следующий день, или еще как-то. То есть без проблем. Вторая тема, которая была заявлена, и куда мы поедем с вами путешествовать, это, конечно же, Ленеция. Вот такой вот блокнот. Показываю вам на блокноте, потом буду рассказывать, почему именно блокнот. Потому что знаю, что многие блокноты там никогда не декорировали, и, может быть, вы никогда не коснетесь. Но здесь для меня важно именно вам показать именно краски. Будем работать, естественно, со структурными пастами. Это будет античная структурная паста. Это будет просто обычная строительная по дереву тексовская. Я вам покажу кое-что. Выбрала я эту тему Венеции. У меня был очень интересный заказ именно вот по этой Венеции, именно по этим двум картинкам. Почему он был интересный? Все это позже. Поэтому решила вот совместить эти две картинки. Буду вам это все демонстрировать. Ну и на закуску, наверное, знаете, меня, наверное, после прошлого раза, когда по стеклу я сделала такую мощную прокачку сразу, да, в онлайн эфире. Были несколько из, знаете, из кучи девчонок творческих. Очень много было слов благодатности. Ну, были несколько, кто сказал, ну, очень много информации. Ну, девочки, понимаете, как бы вот дома я когда что-то делаю, я всегда работаю. Ой, Иришка, привет. Я всегда работаю с несколькими предметами, потому что я не люблю сушить феном. Поэтому я начинаю делать одно, потом оно у меня, я откладывала, оно у меня сохнет, даже за спиной стоят, будут как бы в работе, они одна сохнет, берут другую. И поэтому, дабы здесь какие-то процессы, чтобы не сидеть и не ждать, там, какие-то моменты, да, там, не заговаривать вам зубки, поэтому будем переходить от одного к другому. Так как я человек с Урала, с Челябинска, мы люди суровые, у нас сказано, сделано. Мы мало говорим, мы больше делаем и показываем и по существу. И третье, это вообще, знаете, не относится никакой ни подрисовки, ни краскам, просто решила я вам показать транспарента. Это некий пластик для объемного декупажа, очень он прикольный, но, скажем так, в житейской жизни он не всегда прикождается. Но с ним очень эффектно получается, опять же, панно. Но эту вещь, это старое, очень старое панно, это работа, наверное, первая работа, которую вообще я когда-то столкнулась с этим, именно, транспарентом, вот этим вот пластиком. И она меня восхитила, я сделала, и, как правило, когда я начинала декупаж, есть такие работы, которые, они остались для себя, для души, они стоят, они напоминают о том, что вот когда-то. Вот я ходила, было время, в те годы как-то вот интернет не был, онлайн-конференции буквально только год, наверное, вот от силы полтора, там, может быть, максимум два. С прошлого лета они пошли, да, по-моему, да, если мне не шли, да, они, по-моему, с прошлого лета. Но суть в чем, не было тогда, и мы ходили на живые мастер-классы именно для начинающих, и там вот на каждый живой мастер-класс, был мастер-класс, как приклеить салфетку ее, подрисовать, окантовочку, это был свой мастер-класс, мы там знакомились с трафаретами, был отдельный мастер-класс, то есть все с чего-то начинали, вот такие вот работы, какие-то любимые мои работы я оставила себе. Вот это вот именно досочка, вот я не знаю, насколько вам это видно, вот эти вот объемные элементы именно с транспарента, вот они сделаны. Тут даже вот уже один отлетел, я его уже не стала приклеивать на место, вот он стоит у меня здесь, напоминает мне, как все начиналось. Чтобы, так сказать, не забывать корни. Добрый вечер, добрый вечер, кто пришел сегодня. Так, всем привет. Так, покажите работу боком. Я пока не знаю, какую, а, боком, это вы имеете, вот, покажу боком. Ну вот, вот, вот как-то вот так. Это, так скажем, в промежутках на закуточку, может быть, кто-то когда-нибудь захочет, потому что бывают девчонки в группе, кто-нибудь сделает и покажет, и начинает спрашивать, что ж такое транспарента, так как она не сильно ходовая, вот она у меня уже лежит уже много-много лет, я даже бульки тогда купила, все это было, и где-то даже его пробовала. Мне очень сильно нравится, я вам буду показывать вот на таком панно, тоже абсолютно такое же панно, но с другим сюжетом. Здесь наклеена салфеточка, обычный способ наклеивания салфетки, ничего здесь необычного нет. Расскажу вот именно потом про сюжет, почему именно вот, вот именно такой сюжет. Ну все, вводное сделано. Буквально мне сейчас несколько минут подожду ваши вопросики. Если вдруг вам что-то интересно, прям вы сразу мне сейчас их зададите, я отвечу. И мы начнем работу. Я приведу камеру на стол. Освещение сегодня по максимуму. Так что... Смотрю я вбок, потому что у меня монитор здесь, камера впереди. Жду ваши вопросики, по-моему, еще немножко посмотрю, что вы мне скажете. Пока подготовлю пространство. Ну все, давайте. Вопросы, если вдруг промежуток успею, отвечу. Про флакировку. Девочки, сегодня немножко другая тема. Я имею вопросы ввиду вот то, что я сейчас вам сказала, и что вам любопытно. Пердоу, здравствуйте. Рада вас видеть. Ну все. Давайте я перевожу камеру. Вот такая вот у нас яркая, динамичная будет работа. Переверну Эфельву башню. Мы с вами поедем путешествовать. Поедем путешествовать мы с вами в Париж. Так как сейчас это физически не всем возможно позволить. А мы себе это позволим. Мы немножко побалуемся. И начнем мы с самого простого. Так. Ну, у каждого свои методы. Я вам именно под панно, как это делаю я. Тут два варианта. В принципе, сразу хочу сказать, бумага обычная. У меня струйный принтер. Вот так вот. Значит, с пигментными чернилами. То есть не течет. Так как чернила пигментные. Бумага, к сожалению, сейчас такая бумага пошла, что она достаточно тонкая. И когда задают вопрос, истончаете ли вы бумагу, на фотобумаге я давно уже, ну как давно, я с нового года перестала печатать на фотобумаге. По одной простой причине. Потому что разницы по большому счету я перестала видеть между фотобумагой и обычной бумагой при лакировке. Почему? Потому что, объясню почему. Потому что лакировку я сначала делаю лаком глянец, все-все-все слои, потом только делаю матовый лак. Но это в зависимости, конечно, уже от работы идет. Поэтому при нанесении лака на распечатку, естественно, неважно распечатка или просто краска, при нанесении лака краска акриловая, она начинает проявляться. То есть все, что у нас покрашено, даже если не акриловая краска, то лак, он дает возможность этой краске проявиться. Так, с работами я, да, это просто, ну он даже не тканью обтянут. Нет, это не ткань, это или какая-то тоненькая специальная ткань, очень аккуратные толсты. Толсты, фабричные. Здесь просто немножко я убираю края. Это больше, девочки, конечно же, для новичков. Их делаю неровные. Сразу хочу сказать, бумагу я не истончаю. Мне здесь ее истончать нет необходимости. Почему? Покажу и поймете сами чуть позже. Вот. Просто обрываю. Всегда стараюсь делать распечатку чуть меньше, чтобы оставались белые листочки, которые можно оборвать, чтобы были неровности при том, когда уже начинаешь ты убирать и прятать свою распечатку. Потому что сейчас уже работы немножко другие, и стараешься, чтобы именно распечатки не было видно, чтобы показалось, что эта работа абсолютно целостная. Обрываю я с помощью, помощь себе. Боже мой. Не могу я сидя, тогда вещаю, не могу я сидя работать. Как-то не работает, не сидя. Пошли вставать. Вот так вот, сразу работа пошла. Все. Здесь все очень просто для тех, кто знает. Для тех, кто не знает. Сейчас покажу. Ну, это, по-моему, вот. Огоньки не придумаешь. Обычный распылитель. Крякающий. Малеха, он у меня такой музыкальный. Все, распечатка у меня намокает. Ее можно, конечно же, и замочить, но так как она достаточно хорошо у меня намокает и в таком виде, поэтому я сильно ее и не зверствую, в плане, не знаю, там, положить в какую-то емкость. Мне нет такой необходимости. Мне всегда хватает того, что я имею на файле. Дальше. Я беру обычный клей для декупажа. Так вот, вот как-то вот так вот. И, коль я примерно уже знаю, где у меня будет распечатка, она у меня будет, естественно, посередине. Мне необходим воздух. Воздух в качестве моей краски, моей подрисовки. И, конечно, проще всего можно было бы пойти в типографию распечатать по размеру, да, 30 на 40 приклеить, и вот тебе, пожалуйста. Но это слишком просто и слишком как-то, ну, неинтересно. Я для себя попробовала пасту. Мне очень сильно понравилось. Паста эта античная. Она расходится. Я вам сейчас ее продемонстрирую. И что еще хочу сказать? Конечно, здесь самое важное еще именно подрисовка. Здесь даже не столько подрисовка. Здесь, наверное, полностью будет целостность картины выявляться. Все, холст я, как обычно, в декупаже делается на мазюковом клеем. Так, сейчас я на эту тряпочку. Это помощь мне. Все. Абсолютно спокойно. Можно смело, чем мне нравятся распечатки, ты смело можешь ее отрывать и разносить по своей работе, так как тебе это надо. Только главное аккуратно, потому что она, несмотря на то, что я ее не истончала, повторюсь, она достаточно нежная и тонкая, так как экономит сейчас на всем, в том числе и на бумаге. А, на обычной офисной бумаге. Вот. Пока я не могу чат прочитать, так как занята процессом. Я отношу клей, клей достаточно такой укрывистый. У нас сегодня очень много новичков. Я приветствую вас, дорогие участники. Да, девочки, можно? Да, да, да. Я тебя перебила, Катюш. Говори. Девочки рады, что новички пришли, поэтому я решила, потому что всегда как-то у нас новички всегда отделенные, мы хотим удивить, а новички потом задают очень много вопросов, элементарных вопросов вообще, откуда, что у нас начинается, да. Ведь фундамент, так сказать, самого декупажа, клей можно ПВА. Я скажу вам больше, в данном случае у меня здесь используется ПВА. Я как-то вот, как вам сказать, такой противник строительных материалов, но есть такие вещи, которые я использую с удовольствием. Это клей ПВА. Попробовала он не желтит, вот этот именно клей. Также это лак. Текуриловский я его просто люблю. Сегодня я вам покажу шпаклевку тексовскую по дереву. Тоже она мне нравится тем, что она достаточно тонкая. Ну вот, здесь я приклеила, здесь все очень просто. Сейчас, пока. Что, к чему я перехожу? Я не буду ждать, пока она высохнет, пусть распечатка сохнет. Я вам сейчас покажу структурную пасту. Античную пасту. Ну, здесь ничего такого необычного. Я так думаю, что сейчас можно в магазинах поискать. Это паста горе. Античная. С помощью мастихинчика, моего любимого. Всем привет, кто присоединяется. Ой-ой-ой-ой. Тропышка был голодный. Так. С помощью пасты, с помощью мастихина, я буду наносить эту пасту по краям. То есть, я беру нам астихин пасту. Она очень мягкая, она очень нежная, белая. И обычными движениями, чем она прекрасна, она прекрасна и для начинающих. Тем, что вы можете попробовать и 100% вы не ошибетесь. Даже в красках потом. То есть, я разношу ее по работе. Стараюсь заходить на распечатку, соответственно, да. Всегда захожу на края, даже когда делаю подрисовку, я в любом случае всегда захватываю края. Это очень необходимо. Сейчас посмотрю, как. Может быть, мне сейчас будет ПВА-то мешать, который у меня под. Желательно это, конечно, делать все на сухую. Панно на сухую, на сухую холст, на сухое панно. Если сейчас мне не понравится, я отложу это в сторону и подожду, либо посушу. То есть, это структурная паста. Ее действие начинает работать тогда, когда мы ее нагреваем. То есть, сейчас я ее нанесу. Вам это видно, как я это делаю. Слой достаточно такой надо, знаете, можно аккуратно, неаккуратно. Здесь не критично. Буду нагревать феном, и она начнет трескаться. Только если есть вопросы наше участие. А только античную пасту надо на нормальной. И античную пасту можно ли заменить простой структурной пастой, спрашивает Ирина. Абсолютно можно заменить простой структурной пастой. Просто простую структурную пасту немножко по-другому положить. Здесь, скажем так, можно, вот представьте, в принципе, девочки, что я работаю простой структурной пастой. Вот единственное, сразу, когда вы наносите пасту на работу, вы делаете ее, не надо ее делать идеально ровной. Не делайте ее такими подъемами, чтобы не было никаких игольчатых каких-то, ну, как бы, не поднималось у вас на работе какими-то иголками. После того, как вы наносите чем-то, неважно, там, ножиком, да, это будет одноразовый ножичек или это будет мастихин. Просто наносите ее неровно. То есть это, в принципе, абсолютно обычная паста. Единственное, ее эффект при нагревании она будет трескаться. Я вам просто это сейчас покажу. В принципе, то же самое можно делать и структурной пастой. Абсолютно. Абсолютно то же самое. Мы заходим также на работу, мы будем ее, структурную пасту, также можно и красить великолепно. В зависимости от работы, то есть структурная паста, допустим, когда я делаю цветы на панно, я немножко по-другому структурную пасту наношу. Именно структурную пасту, никакую не античную, потому что античная она не под все подходит. Античная очень хорошо подходит под фрески, именно города. Вот Венеция великолепна. Ну, по Венеции я как-то уже показывала и, знаете, надоедаю тоже одно и то же показывать. Даже пусть это было не, это было в закрытом клубе, я проводила онлайн обучение с девчонками, вот, и там была как раз Венецию делали. Показать сейчас я не могу, эту Венецию буквально недавно купили. Понимаете, это по большому счету такая мини-картина для тех, кто не умеет рисовать, но очень хотел бы научиться. Можно пасту, вот если какой-то цветочный принт, да, вы приклеили, можно пасту наносить просто вот такими вот, какими-то, вот так вот ее разглаживать, если вы видите, да. Она когда высохнет, ее можно обыграть, очень красиво раскрашивая. То есть почему я выбрала сегодня пасту именно в теме подрисовки красок? Это интересно, это увлекательно, это познавательно для вас прежде всего, потому что она краситься будет не просто одним цветом. Вы все это увидите в процессе. Сегодня запаситесь, не знаю, там, печенюшками, чаем, кофе. Всем чем угодно, кому это любопытно, потому что времени мы сегодня посидим и займет у нас это время. Ну, кто не сможет уже, кто не выдержит, может завтра посмотреть это все в повторах. Такой процесс все равно достаточно кропотливый, надо это все стараться делать аккуратно. Ну, и достаточно быстро, чтобы паста не успела схватиться до того момента, как мы ее, как я ее начну нагревать. Поэтому давайте я немножко помолчу. Вообще, вам хочу сказать, вот когда рисуешь, почему это определенный такой некий релакс, да, потому что краски, они умиротворяют, и вот как-то говорить, когда что-то такое делаешь, меньше всего хочется, что связано с красками. Потому что я заметила, я по пятницам езжу в мастерскую рисовать, и после уроков, по три часа я там рисую, я выхожу с таким великолепным настроением, просто вообще, у меня такой позитив, у меня столько энергии. Даже где-то бросала в группу статью, там было написано по поводу, если плохо рисуй, условно там гуашью, да, там, если настроение там, или если там впадаешь в что-то рисуй, то-то, то есть там целая прям такая, знаете, прикольная была статья. Уличение некое, красками. И вы сейчас поймете, о чем я говорю. То есть вот хаотично, абсолютно хаотично, но достаточно, надо ровно это все сделать. Она, такой эффект у нее сметаны некой. Если что, вдруг какие-то вопросики, вы их для себя запишите и зададите мне в конце вечера, чтобы не забыть, потому что сейчас я не могу делать, и, к сожалению, отвечать, а вы потом можете забыть, если у вас есть какие-то вопросы в любом случае будут. Задают их много. Игличку потом пишут, спрашивают очень много. В принципе, вот, чем мне нравятся эти поножки, они достаточно быстро. Я очень долго делаю свои работы, потому что пока делаешь, потом дорабатываешь, еще что-то добавляешь, именно там в шкатулках или еще в чем-то здесь можно за условно 3 часа сделать эту работу. Потом ее в багет обязательно, и она будет очень эффектно смотреться. Я попозже вам покажу. У меня здесь одна осталась работа. Да, Катюш? Ольга, мы с тобой твои яблочки. Да-да-да, спасибо, Маргарита. Маргарита, кстати, по-моему, уже на панноты у меня была, по-моему, уже Маргарита. Мы с тобой уже делали Венецию. Вот, я добавляю, то есть я смотрю, что мне нравится, что мне не нравится. Теперь самое интересное. Я сейчас буду включать фен, потому что без фена здесь никуда. Сейчас я кое-какие моменты еще раз влажу в своей работе. Вот, я начну феном, у меня будут образовываться трещины. Если у вас обычная паста, то вы просто отставляете эту обычную пасту, и она у вас сохнет. Можно, конечно, феном посушить. Это уже в зависимости от времени вашего и возможностей, когда, куда вам надо. Можно очень эффектно создать картину своими руками, да, панно, пипажное. И в подарок шикарная вещь, не поверите. Особенно, знаете, вот на Яме буквально вот резку недавно купили. Именно античную в Эгонфинерция. И женщина, когда ее получила, написала отзыв. И, то есть, плохо, что фотографии, даже вот камеры, они не передают всего того, что получается вообще в жизни и в действительности. Вот это вот большой недостаток, конечно, нашей с вами интернетовской системы, фотосистемы. Так, все, Катюш, я немножко сейчас буду... Тамара, привет. Сейчас буду здесь сушить, а вы там приглушите. Я буду вам создавать волшебство в плане растрескивания пасты. На горячем фене обязательно должно быть... Фен должен быть горячим, не холодным. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Любочка, она не будет просто ложиться, обычная. То есть другая паста, я еще раз вам говорю, антик эффект. То есть не вопрос, если есть где-то в каких-то, как бы вот, я только встречала, опять же, я не искала у нас, нельзя сказать, что у нас прям большой такой богатый выбор этих паст. Зимой особо их не закажешь, поэтому вот как-то вот я брала в одном месте, мне очень нравится, я пробовала, мне тоже очень понравилось. Так, еще видела вопрос по поводу распечатки. Распечатку не истончаю, нет необходимости, потому что я закрываю края, опять же, там, зачем вы закрываете края распечатки, а как их можно не закрыть? Края в любом случае надо закрывать, то есть это будет все украситься, я же не оставлю, вот это далеко не готово работать, полуфабрикат, самое начало вообще всего, что у нас будет, поэтому края в любом случае, их хоть как надо, тонировать, закрывать, именно все что угодно с ними делать, чтобы не было краев распечатки, потому что декупаж сейчас уже в таком понимании, как он и есть просто распечатка и там, я не знаю, как-то подрисовка, уже не хочется, чтобы было видно никаких краев, не хочется, чтобы это была такая гармоничная персональная работа. Так, все, эта фреска пока уходит в сторону. Нет, это художественная античная паста, девочки, в строительном, можно, наверное, поискать в строительном какие-то, но там надо их, наверное, разводить, то есть там порошки, я думаю, в чистом виде вы не найдете в строительном такую пасту. Ищите, экспериментируйте. Моя задача в сегодняшнем, даже, знаете, не столько показать пасту, да, сколько мы будем вообще о красках разговаривать, вообще, тема сегодня декупаж в красках. И здесь я вам просто как бы расширила ваш кругозор, теперь вы знаете, что есть такая аутентичная паста, вы сейчас увидите, как ее можно красить позже, увидите, когда она схватится, когда она, вот она еще совершенно, видите, я тут хапнула рукой, совершенно еще даже близко не схватилась, но я не стала заранее, то есть, это готовить, все мероприятие к вам, я думаю, у нас сейчас будет время, чем заняться, пока мы занимаемся, она у нас в любом случае должна будет подсохнуть. Так, все, я убираю ее в сторону, пусть она у нас теперь сохнет. Теперь мы поехали путешествовать в Венецию. Так, вопросы? Вот, вот девчонки уже подкидывают, где есть эта паста. Вот такой вот блокнот, можно это делать. Здесь, опять же, к чему вообще вся эта тема? К тому, что хотелось вам показать, как можно все это увязать. То есть, бывает очень сильная проблема, как увязать распечатки, абсолютно, в принципе, как бы разные, но на одном бывает, бывает такое, это может быть шкатулка, верх один, там, бока другие, все что угодно. То есть, естественно, это подбирается цвет. Я для себя сейчас нашла очень удобный способ. То есть, я стараюсь, чтобы не было краев распечатки видно, я стараюсь закрывать полностью. То есть, я распечатываю на часть листка, к сожалению, почему-то я себе не заготовила балванку, чтобы вам показать. Здесь просто листок формата А4, и обрезаю я, именно оставляю, то есть, здесь наклеено полностью. Единственное, что вот эти стыки я стараюсь избегать, потому что, так как это такая рабочая, будет достаточно поверхности, она будет у нас периодически надламливаться. Здесь я не приклеиваю. То есть, вот здесь. Раньше, как я клеила? Я, допустим, необходимо, картинка, не всегда картинка у нас может лечь на наш размер. Если ее растягивать, это будет очень некрасиво. Поэтому не все мы умеем пользоваться фотошопом. Вот у меня как бы с этим проблема. Учиться фотошопу нет. Для меня проще взять и подрисовать. Если у кого-то есть возможность, можете здесь подрисовать фотошоп и здесь подрисовать. И все, у вас как бы сюжет готов. Но нет такой возможности, и я это все подрисовываю красочками. И здесь то же самое. То есть, растянуть полностью я не могла эту работу, эту картинку, потому что это было бы некрасиво. Во-первых, это было бы очень длинно и непропорционально. Поэтому здесь я тоже оставляю пространство. И это сейчас буду на ваших глазах декорировать. Вот как-то так. Картинки. Это у нас Венеция. И приступаем. А, сразу хочу вам сказать по поводу... Да, я вам приготовила. Спасибо, что напомнила, Анташенька. Просто обычный ежедневник. Ежедневник из специального материала. Мне достаточно недорогие эти ежедневники. Я люблю декорировать. Бывает, я и внутренности убираю, вырезаю, и все сюда вставляю с нуля. Но в данном случае частенько декорирую. Когда просто обложка, либо сюда вот форзац индивидуально делается. Работается с ним. Мне нравится. Пока от форзацову претензий не было. Берется шкурка. Это все дело сошкуривается. Шкурка обычная, тоненькая. Я приготовила в моем случае. Это 1200 шкурка. Я это все шкурю. Протираю тряпочкой. Обезжириваю. И обычным грунтом. Грунт у меня санеповский. Его многие не любят из-за того, что он липкий. Но я вам хочу сказать, он себя оправдывает. То есть грунт должен быть липким. Грунтую я на два раза. Потому что первый раз не совсем прокрашивает. Я прокрашиваю на второй раз. И в принципе вот такой вот полуфабрикат я уже запускаю в работу. Внутри я стараюсь не грунтовать вот эти вот места. Я просто их потом очень аккуратно крашу краской. Ну естественно, это все потом лакируется. Уголки. Все, что можно, можно у меня на странице посмотреть. На яме у меня очень много блокнотов представлено. Вот. То есть здесь смысл как раз вам вот, что касается краски. Так. Про грунтовки я вам сказала, что это грунтовка санеп. Теперь, что я делаю здесь. Касательно этого, история этого блокнота. Перед Новым годом приходит мне сообщение на ярмарку мастеров. От молодого человека. И он мне описывает блокнот. Мне нужен блокнот. Венеция. Внутри, чтобы пахло кофе. Странички были протонированы кофе. Внутри, чтобы был фарзац Венеция. Чтобы было написано имя Фатима. И знаете, я думала, там очень так он интересно все это описал. Знаете, чтобы это вот как-то вот, он так поэтично это все сделал. И у меня сразу такая, я думаю, ну, наверное, какой-то прикол. Думаю, как-то несерьезно вообще. Я говорю, ну, поищите других мастеров. Может, что-то другое. Нет, вот хочу у вас заказать. Я говорю, ой, это будет очень дорого стоить. Это индивидуальный заказ. Сколько? Я ему озвучиваю цену. Он соглашается. Самое, что удивительное, я прихожу на работу. Вот у девчонок, говорю, представляете, такой интересный заказ. Он говорит, мне не к спеху, он его оплачивает. И, естественно, куда деваться? Я начала работать над этим заказом. Вот мы подобрали картинки. Эти картинки ему подошли. и стала думать, что и как. Вот. Поэтому родился такой блокнот. И сразу хочу сказать, если вы обратите внимание на картинки, здесь показана мощеная улица, а здесь арка. Фотошоп помощь. У меня нет этой возможности, да? Я сейчас буду использовать шпаклевку под деревом. О чем я вам говорила? Она мне нравится тем, что она очень достаточно нежный такой материал. Я опять беру свой любимый мастихин. Вот сейчас, девочки, тут немножко как раз другой эффект, о чем вы меня спрашивали. Что касательно обычной. Можно ли обычной пасты сделать по ножку? Конечно, можно. Вот эта паста, тут даже она не то, чтобы обычная. Она так-то строительная. И здесь, так как у меня арка, арка достаточно, вот, кто есть возможность зайти на мою страничку или в группу, там выложены эти картинки. Я заранее всегда, кто меня знает, бросаю свои картинки, с которыми я буду работать на выступлениях. И тут арка, она такая, она старинная арка. И, естественно, мне надо было поддержать этот момент старины. И на тот момент я еще распечатки-то обрезала, обрывала, и мне надо было скрыть, как вам сказать, края распечатки, да? Уже буквально, вот я недавно уже дозрела от того, что зачем я их обрываю, а потом скрываю, когда можно просто продлить белый рисунок, и потом просто без проблем подрисовать. Что я показываю, в принципе, в бесплатном видео-мастер-классе досочка шеби. Будет возможность, возьмите себе на стену, там много всяких вот таких вот прикольчиков для начинающих вообще очень большой плюс. То есть вот таким вот так же, опять же, хаотично достаточно, да? Мне не надо здесь никакой ровной стены. Просто кладем штукатурку. Вот как умеем, так и кладем, девочки. Как-то даже не хочется, чтобы это было ровно. Вот наше продолжение будет нашей арочки. Теперь, с другой стороны, что я делаю с другой стороны? А с другой стороны, вот здесь уже надо аккуратненько. Здесь хочется продолжить все-таки плиточку. И поэтому... Ой, пардон, я по возможности достаточно аккуратно сейчас здесь ровно ее пасту эту выложу. и покажу, что я делаю. То есть я стараюсь, чтобы не было никаких бугров, как бы на нет выводить работу. Можно, конечно, проще. Можно это просто было все подрисовать. Но захотелось какого-то рельефа. И, в принципе, как-то блокнот получился очень гармоничный. Очень умнее. Я его очень долго делала, очень мне запала в душу. Особенно долго тонировали кофейные листы. Попал ребенок у меня на это дело. Она, оказывается, прекрасно умеет их тонировать. И очень у нее красивые получаются. То есть вот так вот я наношу пасту. Где есть пробелы, я стараюсь их закрыть, чтобы у меня все было покрыто пастой. Потому что если сильно не получается ровно, ну и как бы и бог с ним, потому что все равно мощеная улочка старинная в Венеции, она хоть как не будет сильно ровной. Так, что я делаю? Я беру обычную линейку и начинаю вот таким вот образом просто размечать, как у меня могут быть выложены кирпичики. Достаточно все очень просто. Можно даже уже вот здесь прорисовать мастихинчиком. Скажем так. Здесь вот абсолютно нет никакой системы. Вот как оно прорисуется, так оно и прорисуется. Это все будет важно уже, когда мы начнем это все дело, я начну это все дело красить для вас, показывать. Как же это будет? Тушить это, естественно, надо холодным феном. Здесь уже никакого горячего фена нам не надо. Либо просто откладываем в сторону и оно у нас сохнет. Пусть пока это немножко посохнет, да? Тем временем я параллельно, коль мы все равно параллельно работаем, я вам сейчас немножко покажу вкуснятинки. Так, не успеваю ваш вопрос пока читать. Что касается объемного декупажа, есть такая вот пластиковая бумага транспарента, они есть уже и за... сейчас вам скажу... покрытые белые обработанные листы, пластиковые. не обязательно, они могут быть прозрачные. В моем случае это абсолютно прозрачный пластик. Сразу хочу сказать, как-то задавали вопросы, уже про него рассказывала. Но оно где-то рядом, это не трафарет, это просто прозрачный лист бумаги. Его надо обязательно грунтовать. То есть, если будет белый, это тот же самый эффект, просто его грунтовать не надо. И сразу хочу сказать, что пластиковые бутылки, они не подойдут, потому что пластик очень на бутылках жесткий. Были такие вопросы. Что я делаю? То есть, у меня заготовлено панно. Для такой работы, именно такими пластиками, именно с таким объемным декупажем, желательно использовать какие-то очень ярко выраженные, большие цветы. Это в данном случае у нас лилии, да? Это могут быть прекрасно анютины глазки использоваться, да? Что-то такое, что имеет лепестки. Сейчас поймете почему. Потому что это очень эффектно смотрится при уже создании. Это получается такой 3D-эффект некий. Некий 3D-эффект. Вот. Поэтому я, как правило, стараюсь... Можно распечатки поискать, но вот у меня в данном случае, что там салфетка, что здесь салфетка. Салфетка достаточно такая... С одной стороны, простая, вроде как на шкатулку уже как-то простовата. Она, по-моему, будет смотреться очень эффектно. Вот. Я беру вот такую вот пасточку и ее обязательно грунтую. То есть здесь она загрунтована достаточно неплотно, если вы обратите внимание. Но при этом, когда я приклеила уже цветок, вполне это в потребном виде. То есть обычный, берется опять же, обычный грунт санет. Сейчас я вам покажу, как это делается. Санетовский грунт, кисточка и грунтуется. Как правило, грунтую я на два слоя грунтовочкой. Потому что на первый слой, то есть один, скажем так, вертикально, другой потом горизонтально, чтобы прокрасить все равно. Вот. Когда я это все дело загрунтую, оно высохнет. Вот. Тогда уже можно его использовать в работе. Сейчас, пока это сохнет, я вам повырезаю этот цветочек, который уже у меня заготовлен. Это я в сторону. Привет, привет, девчонки. Так. Я немножко про трафарет там не поняла. Здесь очень все просто. Для вот именно объемных вот это вот пластика необходимо, нам необходимо будет мне свечка, бульки и коврик. Сейчас я вам покажу, для чего. Делается все очень просто и в то же время достаточно, опять же, я вам хочу сказать, эффектная работа получается. Там можно ее дополнить, потом этот цветочек. То есть цветочек вырезается, пока вот я его вырезаю просто, как он у меня есть, как он у меня был в салфеточке. Но потом, в принципе, как потом, сейчас же я его должна буду прорезать по лепесткам. Ольга, вот Юля спрашивает, не совсем поняла, что это за пластик, а Алена Наумова приклеили салфетку и все? Да, сейчас Алена я покажу, как я это делаю. Это просто здесь немножко забежало вперед, пока сохнет. Я просто его вырезала, уже приклеенная салфеточка. Это просто пластик, да. он прям так и называется для 3D-эффекта пластик, либо, сейчас вам скажу, со спресса транспарента пластик. Здесь вот перевода нет, а на нем стоит 3D. Есть такие, я прям сама гуглила, я смотрела, в интернете можно заказать, есть такие в интернет-магазинах. вот, вырезала. Так вот, сейчас у меня подсохнет, либо я сейчас подсушу, давайте, чтобы было это все последовательно. Сейчас я немножко подсушу вот это вот дело, дабы ускорить нам процесс, чтобы у вас в голове это все последовательно отложилось, а не так, что я сейчас забежала вперед, а потом вернусь назад. Да-да-да, вот девочки подсказывают, все правильно. Сразу два вопроса. На ежедневник, на корешок я не наносила пасту, можно при желании наверное нанести, но опять же, смотря как ежедневник будет использоваться. Что касательно рентгеновских листов, девчонки, пробуйте, но мне кажется, они достаточно грубые. Этот пластик сравним с трафаретами, которые очень мягкие. Знаете, есть такие трафареты не очень хорошие, не очень такого хорошего качества, они очень тонкие. Вот именно вот такого качества, вот этот пластик. Сейчас я вам все покажу, не забегайте вперед паровоза. Сейчас все покажу, подождите пять секунд. Вы прям торпыги. Сейчас я вот вам покажу сначала, как все равно загрунтовать. Можно в принципе уже и сюда было бы приклеить, но все равно лучше поплотнее. Продают белый. Я не знаю, как они отличаются по цене, потому что я в свое время покупала это у нас в магазине, не по интернету. Это у меня лежит уже со времен царя гороха. Это все, это знаете, хомяк еще тогда у меня не спал, хомяк, он скупал все, что попробовала, сразу пошла, купила, увидела все, загорелась, хочу. И лежала, это лежала. То есть на шкатулке мне не сильно нравится. Вот именно на панно он смотрится достаточно. Причем на панно, даже на картинах. Панно я тоже делала это все дело. Ну, девчонки, привет. Сейчас я еще немножко посушу, дабы уже, уже точный эффект. Добавил сон. Субтитры сделал DimaTorzok Все, сохнет она достаточно быстро. Марина, спасибо, что помогаешь. Вот салфетка. Еще знаете, обратите внимание, когда будете вырезать, вы должны вырезать не зеркально, а именно то, что вы приклеили на своем панно. То есть у вас, выбирайте тот цветок, так сейчас, идентичный тому, что вы уже приклеили. То есть он обязательно должен быть один в один в вашей работе, для того, чтобы как раз и был этот 3D эффект. То есть можно здесь украшать. Были бы зеленые листья, можно было бы еще зеленые листья сделать. Но вот в данном случае вот этот вот я сделала цветочек. И здесь я вам покажу. Можно было, в принципе, еще и не раскрывшиеся бутончики тоже проявить. Но это уже по желанию. Сегодня я вам не буду это показывать. То есть вот таким вот образом. Здесь дальше потом края покрасить. Здесь можно еще контурный потом этим пройти. Просто контуром пройти, да, где-то что-то залить. Внутренности тоже можно контуром потом подлить. Фантазия безгранична. Так, едем. То есть вот второй. Я уже подготовила его заранее, вырезала, дабы ваше время драгоценное не тратить. Все. Расслаиваю. Все как обычно. Все как обычная салфетка. Обязательно он расслаивается. И приклеивается он на этот пластик так же, как на любой декупаж. Абсолютно. Абсолютно все то же самое. Так как это все-таки салфетка, она имеет свойство растягиваться. Я в любом случае это делаю через файл, через воду. Хоть как. Так, не чтобы вам было видно, девчонки. Внимательно это все дело я укладываю, потому что здесь это должно быть именно лицевой стороной. Никак не приклеить наоборот. Хотя это тоже проявится, в принципе, будет виден рисунок, просто будет чуть бледнее этот рисунок. То есть лицом. Вот так вот мы подойдем. Вот красивенько. Да, можно попробовать сразу. Обычным клеем. Я, знаете, человек старой закалки, с водой. Можно, в принципе, и лаком пройтись. Да, лак даст такую плотность нам. Работа сейчас сама вот даже пока заговорилась. Не помню, какой стороной положила я ее сюда. Вот. И уже без воды попробовать, с помощью лака приклеить. Но я вот старым едовским проверенным способом. Все абсолютно как обычно. Как мы клеим обычную салфетку. То есть здесь я не изобретаю велосипед. Очень нежненько, с любовью. Я, когда работаю, ко мне всегда, вечерами, когда сижу, ко мне всегда кошка стучится в дверь, чтобы я ее пустила. И она заходит наглая, ложится, ее надо гладить. Вот сейчас она делает то же самое ровно за дверью. Она сейчас скребется, чтобы я ее пустила. Сейчас это все дело я также должна буду сушать. При желании, девочки, когда это все высохнет, это можно все тут же на пластике залакировать. Уже на ваше усмотрение, как вы хотите. Вот. Сейчас я это все дело посушу. Пока параллельно посмотрю ваши вопросики. Катюша. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Вот так вырезала этот цветочек. Вот он вырезан. Что теперь я делаю? Теперь я должна вырезать, естественно, лепестки. Цветик-семицветик мы сейчас будем с вами делать. Для чего? Вы сейчас тоже поймете, я вам еще чуть-чуть позже это все покажу. Расскажу. Прямо по направлению, как они здесь нарисованы, ровно таким образом я их и вырезаю. Девочки, а как у нас много? Маринка, привет. Больная тема, вот неэкономно, не говори. Но я не могу сейчас при вас тут размечать. Широка душа, что экономить-то? Так, сейчас я прям смотрю, стоит мне где резать, где не резать. Поэтому я его кручу, верчу, запутать хочу. Девочки, поставьте, пожалуйста, однерочки. Сколько у нас новичков сегодня в чате? Мне просто интересно, насколько вам подробно рассказывать. Все прям. Давайте не стесняйтесь, кто там сидит в подполье. Поставьте однерочку. Пока я тут кручу, верчу, запутать хочу. Сейчас мы семицветик сделаем, желание загадаем. А то весна, что-то как-то красна все не идет. Все как-то холодно и холодно на улице. Вот прям по направлению я их разрезала, вот как они у меня. Так, девочки. Да вы мои золотые. Пятерки, пятерки, это кто? Аж три пятерки, полторы. Я так поняла, это уровень, наши участницы пишут. Вот, наверное, единички, это новички, но я уже где-то на 15-й сбилась. У меня какое-то дежурное, у меня такое ощущение, что это уже было. Бойка. Смотрите, вот. Так, сейчас мы дочитаем. Это 555-я, да, уже однерка. О, девчонки уже посчитали, видишь. Ну, Гуль же посчитала, сколько тут однерочек. Так, смотрите, вы попали вообще в тему по поводу декупажа. Декупаж – это хорошая такая вещь, плодотворная. Но, зараза, тут надо поначалу, конечно, кидая по все стороны. Мыслимые, немыслимые, все хочется попробовать. Поэтому, девчонки, держитесь, новички. Мы вам в помощь. Деревянная заготовка, да, девчонки? Это просто фанера. Это обычная фанера, панно. Можно из нее потом сделать, как вам сказать, можно сделать. Делать вешалку для бижутерии, да все, что угодно. Вот на что вот фантазия. Я потом дофантазирую как-нибудь. Все, я вам показала, молодцы. Все вышли из тени, я очень рада. Не совсем новичок. Пятерочку даже вижу. Но я так думаю, что и тут, и пятерочки, десяточки, двадцаточки, и соточки все равно даже будут, если сейчас попросить, пробегутся. Все, теперь давайте мы немножко зажжем свечу, создадим романтическую обстановку. Сейчас не знаю, как у меня это получится, я такой специалист по этому делу. Все. Вот такой вот коврик. Я вам сразу могу сказать, можно это все дело заменить. Но так, как я вам уже говорила, новички, вы меня все поймете, да, поначалу кидают. Вот ты посмотрел, все, хочу. Это ладно, вы только посмотрели, а я ходила на живые. А живые, естественно, рядом и продают это все. Только сделал, побежал, сразу купил и прибежал домой. Надо, не надо, хочу, должно дома быть. И вот у меня лежит с тех самых времен Трягороха. Да тут как бы и в красках вы еще подождите. Это же только начало. Я вам тут, так сказать, немножко вас этим транспарентом в сторону увела. Вообще не об этом сегодня речь-то должна была идти. Что-то я просто решила сегодня показать. Мне ж мало двух-то, так сказать, мастер-классов. Я вам еще и третий забубенила. Вот такие бульки тоже продают. Можно это все и руками. Кто-то, знаете, искусно руками это все делает. Но вот, если это есть, это не должно лежать. Так, все. Я сегодня что-то болтаю. Теперь что я делаю? Подождите минутку. Я сейчас возьму... Я взяла расфейдер. Ну уж куда уж без них-то, без наших штучек женских. Закрепила. И начинаю я нагревать. Я нагреваю это на огне. Приговариваю, девочки. Гори, гори, ясно. То есть, оно должно нагреться. Оно нагревается. Я беру булечку. То есть, тут в зависимости от того, как нам надо. То есть, я хочу вот такой вот средней булечкой. Покажу вот так вот, да. Нагрела. Все, пошла я этими булечками формировать. Прям вдавливаю. Так как цветок. Мы примерно имеем представление. Вот здесь, видите, еще надо его разрезать очень грамотно. То есть, вот здесь вот я уже помучаюсь немножко. Так, я еще немножко его нагреваю. Он остывает пластик. Это достаточно быстро остывает. Ахалай, махалай. Сим салябим. Вот так вот. Вот так вот мы его. Теперь. Надо подумать. Нагреваем мы его не со стороны, где салфетка, иначе загорится. Сергей, привет. Что есть булька? Булька. Это вот такая вот деревянная штучка. Вот с таким вот кругленьким наконечником. Может быть, их используют и не только для этого. Вы знаете, вот честно не помню сейчас. Мне когда-то рассказывали. Ну, у нас любой, любое творчество, оно где-то пересекается. Так. Вот такие вот бульки. Это в зависимости уже от размеров. Если у вас будет очень большой цветок, то ради бога. Тут не обязательно. Но тут вообще как бы вот, вот именно, как вам сказать, вот этот объемный лучше делать на цветах. Это очень эффектно, очень красиво смотрится. Так, поехали. Нагреваем со стороны пластика обязательно. Иначе вы сожжете себе всю салфетку. Теперь нагреваем дальше. Теперь я буду прям по цветочку нагревать. И уже поменьше булечкой. Вот этой вот булечкой. Уже со стороны, где я нагрела. Я прям круговыми движениями стараюсь водить. Да, наверное, как цветы из фоэмирана части. То есть фоэмиран нагреваем мы только не на огне, а на утюге. Тоже мне эта тема очень интересна. Пока не готова ее показывать. Сейчас вот немножко повыступаю. Сегодня, да, в апреле. И уйду за творческой прокачкой. Буду аккумулировать знания и энергию. Так, вот нагреваю. Даже руками, девочки. Абсолютно. Она очень, на самом деле, очень быстро остывает. Если вы не боитесь обжечься, все равно не обожжешься. А вот как бы, ну, горячо. Но кто блины переворачивает, не боится руками, тому вообще бояться нечего. Жжет немножко, честно. Вот, видите, потихонечку, потихонечку я формирую уже объем некий. Не могу пока читать. Так что, девочки, пока, пардоньте, вопросы пока не пишите. Чат быстро бежит. Я вот, знаете, сейчас такое изобилие всяких мастер-классов. Я уже даже не знаю, вас вообще ничем будет не удивить. И вообще, чем можно только удивить. Опять же, сразу пока тут формирую лепестки, скажу, сегодня просто организаторы решили расщедриться. Они все мои мастер-классы, несколько мастер-классов кинули на распродажу, три мастер-класса. Но об этом чуть позже я хотела бы сказать о онлайн-обучении. Я провожу онлайн-обучение. Вот в таком же режиме, как мы сейчас с вами сидим. Девчонки, кто у меня был, они здесь есть. Мы раньше в закрытом клубе заседали. То есть онлайн-обучение, включая для начинающих, рекомендую. Девчонки, для начинающих, почему спросила. То есть это колоссальная будет вам прокачка. Это будет состоять, пока заявила три занятия, но я не думаю, что мы с вами впишемся в три занятия. То есть это будет, может быть, чуть побольше, даже не три занятия, может быть, это будет четыре занятия. Мы с вами создаем, я вам рассказываю, прям вот все такие затыки именно для начинающих. На чем ты спотыкаешься, то есть фундамент. Одни эти же вопросы всегда задают в основном. И ты понимаешь, что это самое начало, чего ты никогда не найдешь ни на каком просторе интернета. И, как правило, на всех мастер-классах, куда вы ходите, нас смотреть, мы вам показываем уже все равно более такое, скажем так, профессиональное, что ли, немножко уже того, чего не хватает начинающему. Мы будем говорить о финишной. Мы будем имитировать шкатулку под бирюзу. Там у нас будет и лакировка. Мы цементируем камень, это одно из занятий. Второе занятие, мы будем состаривать шкатулку фолиант. Я вам буду состаривать это все, вопросы, ответы. То есть как бы рекомендую тем, кто хотел бы прокачаться за эти три, там, может быть, четыре занятия, пойти поучиться вместе со мной. То есть вот так вот, это такой кропотливый достаточно труд, потому что она нагревается, моментально стынет. Не успев придать форму, она может тут же. Мне хочется прям внутренность прям поглубже сделать. Сейчас я это попробую тоненькой булочкой. Вот так вот. То есть вот здесь еще надо правильно вырезать. Вот так вот, видите, да, на ваших глазах. Паса загорелась. Придется это все дело подтонировать, подкрашивать потом. То есть с виду, кажется, очень просто. Достаточно, так знаете. Фоамиран попроще в этом деле. Так. Моя свечечка потухла. Подождите. Куда-то ее слить. Все. Так. Форс-мажор. Вот здесь можно будет белой красочкой подкрасить. Потом вот то, что я тут начудила, натворила. И такое тоже бывает, не поверите. Ну, в декупаж же нельзя ничего испортить. Надежда, привет. Так. Похоже на объемный декупаж из трубой фольги. Вы там помогаете, отвечаете. Да-да-да. Так. Вот хочется мне еще тут немножко ее помять, честно. Честно. У меня есть только длинная свечка, эту я пока зажечь не могу. Давайте, подождите, примерим, что же у нас тут получается. Вот когда я примерила, соответственно, вот сам прикол... Девочки. Вот так вот. Сейчас подождите. Вот. Вот сюда. То есть мне надо его немножко будет... Сейчас как-то размячься. Я его нагрею. Немножко разомну. То есть получается, когда мы его наклеим, хочется еще один сделать, прям, чтобы вам показать, как это будет вообще в жизни смотреться. Сейчас подождите, я его нагрею, все-таки я его разомну немножко. Я приготовила уже еще одну свечку. Потому что так просто-то не сдаемся. Так, едем дальше. Вот это надо быстро делать. Шутки шутками. Примеряю. Ну вот. Пусть он будет вот так. Приклеиваю я эти цветочки на горячий пистолет. Можно, в принципе, наклеить и там. Может быть, он гораздо будет дольше жить. Горячий пистолет имеет свойство еще потом со временем куда-то отваливаться. То есть вот так вот. Вот этот цветочек я сейчас подтонирую. Ну, я как бы с красками все нормально. Потом я это могу все сделать. Я хочу второй сделать, чтобы вы посмотрели, как это будет в жизни смотреться. Я сейчас включу горячий пистолет. Вот. Вот одно вот такое. Вот насколько вам видно. Я не знаю, девочки, но я думаю, что вам это видно. Сейчас я посмотрю, что у меня сохнет. Мы сейчас висели. Если что, пока горячий пистолет нагревается, я отставлю. Это все дело. И пока перейду. Панно. Вам не сильно сложно тут от одного к другому-то скатать. Так, откуда взялась? Уфу, не вижу. А, вы, наверное, пропустили, Елена. Это салфетка. Да, девчонки, он подсказывает. Я пока не буду отвлекаться. Да, пистолет отлетает. Но сейчас, для того, чтобы вам быстро показать, наверное, лучше я пока это все пистолетом сделаю. Потом, если что, вдруг, в принципе, есть клей титан. Главное, его сейчас найти. Не буду его сейчас искать. Пистолет я приготовила, клей титан я не приготовила заранее. То есть, вот это вот я сейчас приклею и посмотрим. Печку я пока потушила. Сторону убрала. Булечки и все остальное. Так, пистолет нагревается. Сейчас я проверю. Не высохла еще. Еще в процессе, если мы сильно не устанем, я вам покажу второй вариант. То есть, вот их два. Был вопрос, сколько делать цветков. Смотрите всегда по вкусу. В этом деле, главное, не переворщить. Потому что это дело такое. Здесь дело вкуса, естественно. Но можно еще, допустим, добавить бутоны не раскрывшиеся, предположим. Была бы побольше зелень, можно было бы добавить зелени. Но здесь, да, здесь вот должен быть все-таки создан 3D-эффект, чтобы понимание было того, что внутри картинка и сверху вот такой вот объем. Все, я пока это дело отложила немножко в сторону. Пошли, девчонки, у нас еще сегодня. Мы к теме, надо же приблизиться к теме, о которой было все заявлено. Сейчас я прям буквально 2 секунды проверю, что у нас там с панно. В каком у нас потребном состоянии, пока панно может быть сохнуть. Мы с вами перейдем на блокнотик. Блокнотик уже достаточно быстро просох. Я буду с вами блокнот красить. Сейчас, попроверю панно. Нет, панно еще у нас сохнет. Девочки, кто не успеет, завтра смотрите. Я надеюсь, что мы все успеем. Время у нас полодиннадцатого. Мне еще хочется вам панно показать. Я так, как это должна сделать? Булечки, бабулечки, да-да-да-да-да. Все, поехали красить. Будем творить волшебство. Показывать буду пока по очередности. Показываю вам эту часть, а потом ту. Основа, подложка. Всегда наносится какая-то подложка под работу. То есть у нас мы все-таки с вами не забор красим. Краски – это многослойность, это многогранность. И много всего, что можно вообще как бы сказать про краски. Краски – такая вещь, о которой можно говорить вообще бесконечно, по большому счету. Если ты их понимаешь. Понять краски можно только благодаря опыту, который вы сами будете набивать. Как бы я вам, когда я заявила эту тему, Маришка, которая здесь в чате сидит и изредка показывается, мне сказала, как ты можешь меня научить по интернету красить. Естественно, я научить вас не могу. Но я могу показать. И все равно, когда вы будете пробовать, как я еще раз говорю, всегда об этом говорю, вас будет в голове после занятий, если вы смотрите, если вам это действительно интересно, будет оставаться что-то. Кто-то купил, допустим, тот же самый мастер-класс, он в любой момент может просмотреть уже более осознанно какие-то моменты, как любой, любой мастер-класс. Это не только мой, это не важно, чей. Я имею в виду, что для чего это все, да? То есть вот сейчас я буду мешать. Не факт, что вы когда-нибудь будете делать Венецию или там Париж. Но вы начнете мешать краску и вспомните какой-то момент. Ага, а надо было вот это добавить. Так вот, поехали. Мы рисуем подложку, нам нужна подложка. Девочки, я тоже всегда переживаю, что у нас, мы вещаем, Урал у нас тоже два часа времени с Москвой, у нас полодиннадцатого. Ну что же сделаешь-то? Вот как-то, поэтому бывает очень сложно смотреть. Это не я. Ну все, увлекайте меня. Я беру, естественно, белую краску, куда без белой краски. На данный момент беру белую краску, беру черную краску, выкладываю на палитру. Знаете, я как любой человек тоже могу ошибаться. Я бывает начинаю мешать, я понимаю, что я не попала. Я начинаю добавлять какие-то краски. Это абсолютно нормально. Все мы живые люди, да? Все мы... Я вас учу, сама учусь. Так что этот процесс в жизни бесконечен. Как говорит мой муж, самое выгодное – вкладывать деньги в образование. Оно окупается сто процентов. Неважно, свое ли это образование, наших детей. Вот. Выкладываю пока немножко черной краски. Один большой минус акриловых красок – они очень быстро сохнут. По большому счету, открою вам маленькую тайну, самое по рейтингу, если брать, скажем так, из 10 или там 5, да, рейтинг 5 баллов. На первом месте стоит акварель по сложности использования и нанесения. На втором месте, вы не поверите, стоит акрил. Почему акрил? Потому что акрил очень быстро сохнет. Потому что акрил при нанесении темнеет. Поэтому у многих, кто начинает рисовать, подрисовывать, появляется такая проблема, когда смотришь, какую-нибудь работу, ты видишь фон. Видишь фон, не попал человек. То есть фон темнее. Как правило, всегда темнее того, что есть на картинке. Пытаются выравнивать, там еще что-то делать. Но вот, надо иметь в виду. Вот это вот нюанс. Первое. Очень жаль. Ну а что сделаешь, девчонки? Пока-пока. Смотрите в записи. Перебили, 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 перебили. Белая краска. Второе. Белая краска. Белая краска всегда, естественно, она такая некая белесость. Она разводит краски. Любые краски она разводит. Черная краска. Несмотря на все, черная краска, она придает краскам насыщенность. То есть частенько бывает, когда рисуешь, пишешь картину. Я люблю, конечно, рисовать маслом. Потому что масло востребовано, масло заказывают. У нас люди не понимают, то есть я рисую гуашью, я рисую угольком. Но вот любят масло. Ни гуашь, ни уголек не заказывают. Так, все. Давайте. Не буду я отвлекаться, потому что и вам хочется, и мне хочется. Так мы с вами будем долго и печально. Поехали рисовать. То есть я намешала, как я вам уже сказала. Я сейчас сделаю подложку. В данном случае пока вот такую, не сильно темную, с белой краской. Вмешиваю я бумбру натуральную. Потому что здесь, на моей работе, преобладают эти краски. И как правило, когда делается паста, очень хочется на низ муты. На эту пасту первым слоем положить темное. Тоже вам объясню, почему. Когда буду дальше красить. Сверху, еще знаете, чуть позже, я добавлю охры. Окись хрома, вернее, извините. Окись хрома это... Зеленая краска. То есть по большому счету здесь немножко я добавляю черненького. Будет мрачновато. На первый взгляд будет мрачновато. Ну, чтобы вы сейчас не думали и не писали, это только на первый взгляд. От того, что здесь паста нанесена была достаточно неровно, будет вообще очень прикольно. Фактура. Хочу вам сказать, чтобы вы не писали и не думали. Клиент не писал, не отлетела. Паста живет, пользуется. Если будет любопытно, прям на яме можно набрать Виллисова Ольга и в отзывах почитать. Посмотреть блокноты. Там не только блокноты, там много, конечно, работ. Не все работы у меня представлены в группе, в альбоме. Бывает, просто забывай туда бросать. Синтетика, девочки, кисти, сразу хочу сказать, достаточно недорогие. По одной простой причине, потому что акриловой краской кисти очень быстро убиваются в декупаже. Для масла у меня кисти Мангуст. Я их даже в декупаж не беру. Мне их безумно очень сильно жалко, они как бы не дешевые. В принципе, эта кисточка тоже не дешевая, но вот она, они очень пушатся быстро. И, соответственно, периодически приходится их менять. У меня еще к моему великому, я не знаю там, как это назвать, меня очень часто спрашивают девчонки, какими материалами я пользуюсь. На данный момент, наконец-то, мы дозрели, не только я, открываем интернет-магазин по товарам для творчества. То есть, исхожу я из того, чтобы эти товары опробированы мной. Это сейчас не реклама, он еще пока наполняется. Я к тому, что товары те, которыми я пользуюсь. Так как я знаю, это всю кухню изнутри, и по тем же кисточкам будем делать сами трафареты, потому что столкнулась я с такой проблемой. Продают очень много трафаретов, и бывает, покупаешь трафарет из одного какого-то рисунка, а остальное просто не используется. То есть, ты платишь, получается, за то, чтобы купить компаньон из одного рисунка. Будем делать трафареты, вырубки, отливы. То есть, то, что используем сами в работе. И то, что мне проще проконсультировать по своему материалу, скажем так, который уже был опробован краски. Я заказала с завода Олки. То есть, я пользуюсь самыми обычными красками. На данный момент здесь ладога и немножко Олки, потому что они быстро не израсходуешь краску. Краски я не люблю дорогие. Крайне редко покупаю краску готовую. Обычно я всегда их мешаю. Поэтому мне жалко давать деньги за дорогие краски, когда можно их намешать. Вот так вот на первый слой. Абсолютно смело перекрыла. Фу-фу-фу, мрачно скажите вы. Я вас не читаю, к сожалению. Так, немножко вас почитала. Вот пока здесь сохнет. Я должна пройтись. Здесь у меня тоже где-то перекликается цвет, но здесь есть и зелень. То есть, я сейчас на свою палитру выношу зелень. Это Олки с Хрома, тоже достаточно ходовая красочка. Да-да-да, я не успеваю читать вас, поэтому, девчонки, пусть как бы это без обид. Я с города Челябинска проживаю. Сейчас я в Купейске, работаю я в Челябинске. Вот, переехали мы сюда с мужем когда-то, 9 лет тому назад, купив домик в деревне. И вот сейчас мотаемся на два города. Вот так вот это все. И здесь поехала. Тут единственное, что я не успела, я потом это делаю. Я края, надо будет пошкурить. Но так как распечатку я прям приклеила перед нашим самым занятием, она еще влажная, я не стала ее шкурить, дамы не порвать. Я потом подшкурю и подкрашу. Естественно, я выводить работу прямо на самый идеал при вас не буду, потому что это очень много времени. Я вам самую суть покажу. Края, там вот форзации, это все ерунда, это я потом все доделаю. Вот вы заметьте, и главное не бойтесь. Вот вы смотрите, что я делаю. Казалось бы, бред сумасшедшего. Ну, бред. Тут темненькая, тут темненькая. Для начинающих вообще, наверное, сейчас непонятно. Она скажет, вот я бы в жизни так не стала делать. Я бы стала подбирать красочку. На каждый мазочек бы, как вот нарисовано, такую красочку бы и подбирала. Ну, отчасти имеет место быть, почему бы и нет. Здесь, в принципе, можно было тоже пастой уложить волны. Я их нарисую вам. Не буду их вкладывать. Как правило, когда я рисую именно в декупаже, да, и меня ругают и в маслом просветы. То есть, на первый слой все равно у меня существуют пробелы. Ну, вот никуда не денешься. Либо слишком густо надо класть, чего я сильно не люблю. По мне лучше подсохнет, и я еще раз покрашу. Смотрите, что я делаю на корешке. Я этой же краской захожу сюда. Краски у меня встречаются. Вот такое свидание некое. Не бойтесь, доверьтесь мне. Я знаю, что я делаю. Девчонки не дадутся врать. На блокнотах очень хорошо показывают подрисовку. Это самый такой блокнот. И паной это самое благородное дело, где можно показать именно подрисовочку. Потому что не каждая шкатулка предусматривает подрисовку. И когда вы будете понимать краски, вы поймете, что не так уж и сложно наклеить и подрисовать. И работа будет совершенно по-другому. Вы можете сделать работу так, как вам надо уже. Вы не будете зависеть ни от принтера, ни от фотошопа. Будете зависеть только от краски. По большому счету в моей работе сегодня заявлены пасты и краски. Бюджетно. Очень бюджетно для начинающего. То, что я сейчас показываю, это очень хороший вариант, чтобы начать не в пустоту, скажем так. Так. Поехали. Здесь я добавляю сейчас еще и голубой краски. Даже не голубая, это марганцовая голубая. Она вот имитация. Именно небо очень хороша с ней. Добавляю сюда белый. Так, вам видно? Видно. Видно, видно. И немножко умброчки. Вы можете себе, девочки, записать. Прям под запись. Умбра натуральная и окра. Это те краски, которые придают естественный цвет нашим краскам. То есть мы все прекрасно понимаем, что краски в жизни, не промыла кисть, что краски в жизни, они, естественно, отличаются от красок, которыми мы рисуем. То есть в натуральной жизни, в нашей, нет таких красок ярких, да. Они у нас состоят из нескольких. Я не открыла никакого. Опять же, не изобрела. Никакого открытия не сделала. И вот, в частности, умбра натуральная и окра светлая, это те краски, которые вам, если вы не можете попасть в цвет, они вам всегда добьют до того, главное впаивать краску. Впаивать это значит, когда вот я беру белую, синюю, очень аккуратно, не переборщить. Вот у меня сейчас проблема, я когда пишу маслом, я понемножку беру краску, за что себя очень сильно ругаю, потому что я настолько привыкла на акриле это все дело экономить, акрил быстро сохнет. Я его никогда много не навожу. То есть сейчас... Колька, подскажите, как называется синий для неба? Марганцовая голубая. Есть еще, знаете, очень тоже, ее можно, но она очень ярковатая, ее надо кобальт синий, тоже очень ходовая красочка, можете все тоже записать. Здесь пока, здесь проще плотно перекрыть. Немножко я сейчас добавлю сюда кобальта. Перейду к примерку. Перейду к примеру. Перейду к примеру. Перейду к примеру. Например, у всех данных. захожу опять же на корешок немножко захожу здесь никуда не захожу внизу той же самой красочкой я прохожусь именно там где мне надо продолжить голубой цвет не должно быть никакой белёсости поэтому опять же в любом случае я должна пройтись по корешку что перекрыть грунт грунт должен быть перекрыт так сейчас не надо посохнуть краски пока я перехожу на главную страничку здесь я добавляю как раз таки девочки охры светлой так как на здании всегда смотрим какой у нас сюжет как у нас естественно канав картинка какие краски здесь на палитре уже наведены красочки немножко прям буквально совсем чуть-чуть я возьму что приглушить окру того что у меня уже есть и слегка прижимая кисть то сильно я не втираю а буду просто создавать эффект уже по верху соответственно у меня видно темную краску а по верху уже идет светлая красочка а которая выглядывает самого и самой картинки вот уже арка прекрасно теперь вниз здесь есть немножко фиолетового зелени белый и черный я добавляю на свою палитру понятно что для начинающего это сложно но я вам еще говорю еще раз повторюсь все приходит с опытом с опытом и наверное с тренировочками так вот где у меня белый я начинаю потихонечку плавляет цвет добавлю немножко зелени ну и хочется добавить черного ну вот как то не знаю может я конечно не испорчу девчонки не могу читать то что вы там пишите вы уж меня извините ну вот не могу я пока оторваться ольга пишет что у вас что классный что классный не слышу подрисовки спасибо огромное не зря пришли наверно да спрашивает надежда вы работаете стоя да у меня я последний раз когда выступала мне пришлось очень динамично было там было подрисовки мало не я была вынуждена работать стою я конечно потом на следующий день уже не готова была не стоять не сидеть и последнее время как-то да я даже представляете даже сама когда работаю без никого я очень часто просто стою я вообще в шоке видимо привыкаешь как-то удобнее стою работать часто не стоящих как бы согнутом смотрите обратите внимание девочки что я сейчас делаю обратили внимание маринка пишешь так то есть я нанесла одну краску беру с палитры другую и прям сверху не боясь я наношу то есть вы если вы уловили девчонки у меня что-то что делается там лишь клей тут это да у меня сегодня все летает представить что у меня тут согрелся я же вам забыла показать то подождите пять секунд он мало того что согрелся он уже вовсю разошелся вот как то вот так вот вот проблема творческого человека не знаю как у вас и когда дома готовлю если не дай бог я забыла и ушла с кухни все капец я столько раз переделываю те же самые каши когда готовлю приучая себя ставить на таймер и и все равно забывая камер поставить или еще что-то так увлечешься чем-нибудь и все и улетел на большом воздушном шаре вот чем не нравится в данном случае пистолет может быть потом стоит на что-то ну как бы продублировать до пистолет он 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 классно клеит он прогревает и вот как надо подложиться вот вот знаете вот чего мне хватало предположим сейчас дал пока я тут мучилась и пыталась ее разогреть на огне в итоге на пистолет это дело свое предназначение даже боюсь туда дальше есть не буду это делать черноту я потом отдельно уже когда буду его делаем подкрашу здесь можно будет потом тон выбрать цвет цвет выбираем любой какой нам нравится либо светлый как на основе прям салфетки либо можно уйти в более насыщенный темный цвет какой-то вот такой вот я вам сейчас скажу тут намешан окра здесь умбра и зелень можно это все намешать и пройтись и потом сверху это запатинировать там чем-то таким вот пока у нас один цветок я не знаю прям надеюсь что второй мы успеем если вдруг не успеем то в любом случае я это все работы свои навожу до логического конца и выкладываю в группу на страницу группу про угодно фейсбук везде где есть я где золотое яблоко все поехали вот пока вот так вот я положу в сторону вот у нас какой бонус сегодня еще вот один прям хочет запросить ольга спрашивает наши участницы будут ли сертификаты после вашего онлайн обучения закрытого не вопрос легко я так думаю что наверное да я и сделаю либо римка герун нас фотошопе разбирается на мне не откажет то есть на самом деле обучение она стоит того онлайн тем более потому что ну я когда описываю как вот формате ярмарки секретов мастеров я первый раз набираю на обучение мы обычно выходила я сама прямой эфир с девчонками набирала и отдельно в группе проводила это все дело вот сейчас я такой некий эксперимент через уже здесь вот как-то решила попробовать поэтому пока заявила да вы не напугайте три занятия то есть мы действительно сначала обсуждаем я вас набираю в закрытую группу мне когда вы оплатите организаторы дадут ваши координаты либо кто-то сам даже посучится скажет я там оплатил это все с крыжем все вы идете в закрытую группу мы с вами первый урок обсуждаем что мы как что какие материалы что вы необходимо то есть вот вам сразу могу сказать все что я вам сейчас показывают объемный декупаж еще что-то вот это пасты вот эти это это та основа которую я когда-то еще самом начале узнала когда вот ходила именно на обучение то есть и до сих пор мне эти знания бог помощь на самом деле подрисовка это все художественное тоже с опытом со временем пришло с прокачкой изучением живописи а вот то что заявлено именно на онлайн да так вот девчонки как раз рынка надежда вот они все у меня учились мы были в закрытом клубе занимались был мне такой проект просто он был такой безвременным я как-то его открыла и как-то потом решила что нет надо как-то какой-то точку невозможно бесконечно что-то вещать так все ладно мы отвлеклись сейчас еще немножко потом пойдем на маленький перерыв так вот я там подсохла я вам сейчас здесь покажу то есть я закрыла не пока ту сторону не интересно смотреть мне надо здесь закончить то есть я должна адресовать вот этот вот момент я смотрю те краски какие у меня на подрисовке опять же здесь идет немножко красной палитру что еще сделаю я возьму чистую палитра очко переложу сейчас белые на эту палитру и пока вот так вот я это все сделаю все палитру я уберу в сторону она мне не нужно сейчас вот мы порисуем я потом перерывчик сделаю немножко и воду поменяю все потому что вода подрисовка должна периодически меняться кисть забивается вода забивается и уже цвет краски это очень тоже кстати нюанс какой-то очень важный цвет краски потом меняется очень сильно дабы нам не портить краску так берем значит здесь я вам сейчас показала по низу то есть здесь можно еще немножко пройтись светлой берем белую и немножко добавляю черные то есть серая некая серая краска пусть будет да кстати девчонки которые у меня учились хорошая идея давайте правда сертификаты и вам тоже сертификаты надежда ирина как вы на это смотрите пусть уже будут вот я прохожусь прям сверху это даже не лессировка вот здесь в данном случае это это не сухая кисть естественно сухая кисть она должна быть сухая сухая кисть это это влажная кисточка только прям вот нежное касание пусть все-таки девочки нежно любя дорисовала сразу здесь бордюр вот так здесь арка хочется ее все-таки немножко закончить я беру опять же белый с черным и поехала раскрываем свою фантазию рисуем не стесняемся никогда не боимся невозможно просто вот на самом деле вот испортить в декупаже это сложно не нравится взял перерисовал я не знаю в конце концов сашкурил там еще что то то есть это такое дело всегда говорю в декупаже нельзя испортить по крайней мере работая в бухгалтерии да естественно основная работа тощи вообще главный бухгалтер и когда я смотрю на врачей самое наверное сложно это быть врачом я прям уважаю эту профессию потому что вот где нельзя ошибиться так это врачу так я взяла кисточку чуть поменьше потому что про лакировку вам расскажу я тут нашла новый способ лакировки без всякого шкурения я имею виду на онлайне вообще штука классная вот если сейчас здесь есть марина если она не ушла краснодар она прям подтвердит она уже апробировала прям вот какое-то что-то такое хаотичное да тут дымок легкий я даю возможность кстати работа очень сильно отличается от той работы которая делала на заказ такая более наверное поярче поэкспрессивнее цветом был почему-то даже не помню на память невозможно все таки повторить один в один взяла просто чистой краски хочу посветлее поэтому просто чистая краска смотрите что делаю да я где-то рукой люблю это дело расскажите пожалуйста про лакировку ну что я могу рассказать про лакировку про лакировку у меня есть видео она на канале можно подписаться найти видео там финишная лакировка я там не рассказываю я там показываю про лакировку главное это не то чтобы лак нет раньше я считала что главный лак смотря какой лак сейчас я поняла что это далеко не главное какой лак там я это найдите финишная лакировка у меня достаточно очень удобный интерфейс в канале youtube там мастер-классы прям отдельная вкладка есть и можно прям ее поискать вот мастер-класс который идет в подарок сегодня продается комплект вообще как бы про лакировку рассказываю в принципе в каждом мастер-классе который вот продажный мастер-класс и сегодня прям скидки на них очень хорошие они все видео из четырех частей состоят по 40 по часу мастер-классы достаточно такие формативные вот и где комплект продается там как раз есть домик деревенский домик вот оттуда как раз взята часть провокировку все там каждую провокировку вот поэтому имеете ввиду кто хочет может прям три мастер-класса один это имитация фарфора очень интересный один мастер-класс это тиффани книжку я делаю прикольная книжка очень получается там старина много эффектов вар когда просят описать мастер-класс мы пишем буллеты для продажи какие-то моменты все равно опускаешь все описать просто невозможно обратили внимание что дело я хочу чтобы работа была посветле я по контуру прохожусь охай просто просто прохожусь охай вот чтобы немножко ее разбавить чтобы они была такой мрачной живое сделать из-за того что многогранность цвета из-за того что использовано много цветовых гамм и красок соответственно получается живая работа любая работа вот можно любую работу конечно когда-то уже здесь не надо мучиться как умеешь подрисовывать много проблем само собой в сторону отходит ты уже в каких-то моментах даже не будешь париться не знаю как вам как вам это объяснить то есть работу можно сделать из ничего вот 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 одна сторона блокнота в принципе практически готова сейчас немножко подсохнет если мне что-то где-то не понравится я еще могу подрисовать только наши участницы имели ввиду лакировку без шкурения не девочки про это я вам не могу сейчас рассказать это входит мастер-класс поэтому может быть чуть попозже когда уже уйдем на другой уровень понимаете любые знания не просто не даются даже к этому приходишь поэтому уж меня можете закидать тапками но я к этому сама пришла буквально недавно не поверите представьте уже сколько лет 12 года и к этому вот так теперь вот эта часть сейчас эту часть дорисуем и сделаем маленький перерывчик чтобы вам связать чукать еще что-то да нет нет здесь здесь сейчас мы дорисуем водичку ну в этих-то мастер-классы которые на продажу там нет этого секрета этого будет последний мастер-классы которые уже уже потом вот свежие свежие новые мастер-классы их почему-то сегодня тоже сегодня такой продажник очень большой тяжелый там очень много мастер-классов выкинули два мастер-класса абсолютно новые это блокнот альтернативный декупаж без пасты я там работаю и это книга фолиант хоббит это вот очень похоже на мастер-класс каримовая но абсолютно другой там очень много использовано других моментов которые то есть у нас они внешне может быть и пересекаются на первый взгляд абсолютно два разных мастер-класса если поставить две книжки рядом они очень не похожи будут вот поэтому вам сегодня тяжело будет повыбирать наверное здесь пока я перекрываю сейчас все со светлым еще раз уже больше белого-синего хочется быстрее чтобы не утомлять ну вот краска делал такое очень красиво не торопись покупайте живопись видите как я как бы абсолютно нет такого что вот ты вот аккуратно вот это все вот так вот вымазываешь стараешься там выводишь нет очень все спокойно и в то же время динамично облака можно сделать с помощью спонжика где-то чтобы не было вот этих вот полос можно прям растушевать на месте честно подсохнет и уже можно будет там впаивать дело белые облака поехали по низу здесь я буду сейчас вот вот играть я буду надо побольше теперь белой краски положить так я кладу какую я кобальт синий ай-яй-яй тоже кисточкой да в эту же баночку все теперь так как у нас уже у меня уже основа есть но мне надо создать эффект волны канала этого до воды вот то есть я просто делаю вот такие вот вкрапления краски обязательно обязательно его лакирую единственное здесь конечно сильно лакировать его не раз надо и можно делать промежуточную лакировку я это вообще приветствую очень сильно то есть я всегда делаю промежуточной лакировки если вдруг что-то не получается где-то можно стереть то здесь особо не разгуляешься в плане шкурения потому что здесь шкурить то как таковое нечего да тут краска тут только закрашивать надо поэтому так как работает здесь не как он скажем не современная да это будет матовый лак как я уже говорила что я всегда делаю промежуточную все делаю глянцем и только на финал я использую матовый лак матовый лак у меня эти курила как-то вот я полюбила опять же вот меня как мне знаете поначалу по молодости как показали так вот я стекурила и работаю в джетт по моему да тоже тоже был у меня матовый мне нравится стекурила он он разводится водой без проблем вообще вот какой был в каком количестве он не был он прекрасно разводится водой и как-то это в джетте он водой не разводит как раз дешевле тут уже по возможностям по финансам тут знаете декупаж дело такое сами понимаете расходные материалы какие достаточно дешевые сейчас естественно пытаются все найти какие-то аналоги сейчас пока вот такая вот у меня рыбкин дом такой получился пусть он будет поэтому аналоги все на своих уже на своем опыте каждый приобретает свой собственный опыт я что-то тоже меня вы сегодня видели вы сегодня видели пасту да я поменяла пасту структурную на строительную пасту которая как правило заготовки все равно имеет свойство заготовки быть неровными их приходится где-то подмазывать никуда ты не денешься от этого если хочешь чтобы работа идеальная шкуришь а потом прежде чем работаешь шкуришь заготовку потом ее подмазываешь вот и что я хотела сказать ну и соответственно как бы вот пытаюсь что-то тоже поменять заменить последнее время очень сильно понравилось мне работать с эпоксидной смолой прям вообще полюбила готовлю тоже мастер класс я на следующий раз именно с эпоксидкой эффект обалденный получается тут как-то мне не спалось ночью встала и пошла заливать этой эпоксидкой господи как нашей семье то тяжело с творческими людьми то да и девчонки то не спишь то еще что то то вечно нам что-то надо покупать муж как ненормальные нормальные женщины за шмотками бегают а мы между собой вот с кем общаемся у нас круг есть мы делимся что мы купили в творческом магазине да батюшки ты мои это так вообще смешно порой бывает я тут крашу и болтаю пока все дело то же самое то есть сейчас немножко надо будет взять чуть-чуть прям желтенького наверное вот люблю эту краску вот никуда не деться я хоть и говорю что намешиваю но есть изредка краски которые я не мешаю вот она такая молочного цвета в светлых работах опять же для новичков очень рекомендую хотите не ошибиться хотите попасть в десятку начинаете со светлых работ не масштабных почему-то новички всегда начинают с масштабных сама через это конечно проходила полку первый раз делала ребенку в комнату ой измучилась просто почему не с масштабных на масштабной работе можно разочароваться вообще в творчестве декупажном больше не вернуться к нему никогда поэтому рекомендую из чего-то такого от простого к сложному я всегда говорю как ребенок вот ребенок идет какими-то шагами да потихонечку то же самое и здесь то есть вот спаиваю туда подтираю руками сами видите что делаю просто такое баловство какое-то какое-то баловство к сожалению сейчас вот нет картин показать одна картина и то у мастерской не здесь у меня чтобы вам показать работу где-то позже покажу панно кстати панно она тоже вот сегодня на распродаже будет действительно видео мастер-класс прикольная там техника показана так это я взяла умбруженную ее можно намешать с черным то есть обратите ну когда ты подрисовываешь тебе воля не воля приходит осознание тех цветов которые ты мешаешь из чего состоит краска вот вы когда начнете этим заниматься вдруг вы будете приятным образом удивлены когда вы смотрите и видите что ага это не просто черный это черный сумм броженый или там это не просто там синий это такая-то такая-то и такая-то краска когда ты понимаешь из чего состоит краска а сразу могу сказать почему художникам некоторым и дизайнерам проще они умеют компоновать цвета писточку надо тоньше взять и соответственно работы становятся совершенно другие они становятся более гармоничные всегда об этом говорила на некоторых смотришь как бы мастеров очень гармоничная работа по идее совмещены просто очень грамотно цветовые решения вверх-вниз медальоны там еще что-то какая-то компоновка это некий такой дизайнерский декор почему нет декораторы разные бывают декораторы не только же дома да еще вещей большому счету когда делаешь ремонт в большинстве случаев гармонично делаешь и уютно дом благодаря мелочам к тому же самому декупажу декупаж очень прекрасно делают уютным дом так сейчас я подрисую сюда желтую желтую и зеленую подрисую дерево уже практически я зафиналиваю немножко конечно еще не сможет будет но у нас еще фреска не забудьте фреска повторяю вам более динамично показать так у нас вот как раз сейчас на полчаса будет перерыв то есть за полчаса сейчас вам должна это все дорисовать мы отдохнем и подготовимся к фреске то есть здесь такое некое дерево создание здесь можно добавить это же зелени потому что она здесь есть и темного здесь можно с умброй то есть черного это зеленью добавить ну и пожалуйста если вы видели в начале не было на блокноте здесь ничего потихоньку получается уже некая картинка не ну конечно можно фотошопе это все быстренько но это уже как-то я считаю что это уже искусственное творчество что такая тишина я не помню в чате такая тишина там пишите потихоньку курина заключает можно лакте курива купить по интернету да девчонки вот о чем я вам говорила тут такая знаете реклама скоро открывается мой интернет-магазин где я буду по возможности продавать те товары которыми я работаю и ценники вот я стараюсь покупать у производителя по крайней мере к осколке она будет дешевле чем в магазинах однозначно долго я к этому шла долго меня уговаривали спрашивали и до этого надо было дозреть это очень сложно так все столько приходится узнавать всего нового а дизайна и всего ну вот здесь вот я уж не буду тут сильно тут как бы надо еще немножко времени потратить мне жалко ваше время я щас верхушку доделаю и корешок что ж такое у нас корешок корешок я постараюсь увязать так чтобы вам было видно как-то его вот не знаю как вам положить я его всегда увязываю лисировкой то есть чтобы корешок увязать с двух сторон необходимо разными красками по нему проводить ну уж куда уж без этого конечно надо проводить то есть это может быть и такая краска почему и нет да потом это поверху может быть и другая краска то есть чтобы одна сторона и потихоньку впаивалась другая сторона но это именно в данном рисунке есть блокноты где такого не надо есть блокноты которые спокойно можно здесь и трафаретик сделать и еще что-то и как-то его выкрасить по-другому то есть вот тот блокнот который декорировала я был сложен тем что надо было как-то увязать эти две картинки при минимальном декоре то есть невозможно особо ничего сделать такого вот вах-вах-вах прям потому что были заявлены определенные требования заказчикам вот вот как-то вот таким вот у нас образом не просохла немножко краска слезает прям ничего не могу с этим сделать одна один слой не просох а я уже второй по нему поэтому краска немножко слезает поэтому вот как вот пока вот как вот что хотите с этим делаете но не шмогла я не шмогла пусть пока так остается теперь мне надо вот этот голубой сейчас я сюда намешаю вот у меня осталась здесь светлая краска кисти обязательно замачивать чтобы они не засыхали я сюда сейчас кобальта хочу немножко кобальта на палитру и и белой может куда уже без белой белая всем краскам краска так я приготовила губочку вот обычная губка я как правило обрываю вот таким вот образом и поехали слезали так немножко прям буквально смотрите и здесь чуть-чуть вот Bleю обязательно заходите на свой сюжет чтобы краски между собой тоже пересекались чтобы была действительно полная гармоничная работа а не было такого что вот здесь пятно отдельно нарисовал это чтобы работа существовала гармонично не каждый фрагмент сам по себе вот о чем я хочу вам сказать поэтому кистью все равно необходимо дорисовать мне прям любопытно что вы там пишите в то же время хочется закончить развожу немножко что поровнее было кисточкой сюда я должна добавить немножко голубого в бок главное не бойтесь не бойтесь экспериментировать серьезно никогда не пока не попробуешь не поймешь слушайте свое сердце не слушайте никогда не ну не то что никогда никого нет так тоже нельзя конечно но если есть желание почему бы нет терпение труд и немного я так слишком ярко откуда-то яркий цвет попался сбиваю лишнее сбивая лишняя пошли вот смотрите что я делаю прям некую такую припыленность и зеленый видно и в то же время сверху немножко голубого и также здесь можно высоко наверно то понимаю вам не видно девочки и также можно здесь пройтись тут вот получается столько красок прям прикольно пока вот условно так если прям еще дождь и не надо еще прям это повылизывать честно вот здесь надо докрашивать вверх пока более-менее остается еще белого подсохнет надо добавить здесь можно было бы наверное еще при желании вот боковинку тоже бы хотелось бы чуть-чуть то есть пока я это оставляю вот таким легким полуфабрикатом так сейчас быстренько на ваши вопросики девочки ждите 5 секунд так охра сейчас вам быстренько по краскам теперь по нашей основной теме да краска вот это девочки молочная краска baby она такого теплого теплый оттенок рекомендую вам заиметь ее у себя если будет возможность пусть она у вас будет это краска которая используется очень часто сама по себе она живет своей жизнью она имеет право жить своей жизнью первая краска запоминайте записывайте вторая краска которую я рекомендую вам приобрести это охра светлая охра то есть вы не смотрите сейчас на фирмы фирма не имеет значения названия в принципе красок во всех марках они практически одни и те же может быть немножко где-то оттенки гуляют но по сути суть от этого не меняется вот я последнее время пробовала олки краску я осталась уже очень довольна именно еще раз повторюсь я использую очень простые краски как вы видите да у меня вот единственная краской то не надо было фиолетового и просто магазин не было я вот купила тоже пэбио не люблю дорогие краски такие флаконы не люблю потому что выдавливаешь лишнее уже сюда обратно не засунешь это большой минус вот эта краска очень полезна вашим скажем так вашим чемоданчике художника она должна быть дальше едем умбра натуральная тоже очень полезная краска вот сейчас я вам говорю те краски которые вы вот заметьте если вы смотрели будете завтра пересматривать обратите внимание по сути до палитра в палитре красок используется обязательно добавляется умбра натуральная окись хрома здесь естественно где-то белая краска это тут вообще без вопросов да без нее никуда дальше рекомендую дома заиметь очень необходимо и частенько используется это окей девочки тоже заговариваюсь наверно да я окись хрома то ли говорила то ли они подумала окись хрома так молочная краска я вот честно вам даже вот сразу так не скажу название вот знаете вот вот зарежьте меня убить у меня вот просто молочная краска в пойдем она номер шестьдесят три вот именно в пойдем эту молочную краску я вам сейчас скажу секрет ее можно добиться с помощью обычной лимонной краски и белой краски и лимонная белая но можно туда добавить умбра натуральная получится та же самая краска но просто вот имея ввиду когда вы что-то делаете для начинающих вообще рекомендую действительно девчонки кто вот начинает начинайте с каких-то светлых работ и конечно есть темные работы тоже прекрасно очень смотрятся да но вот где меньше надо чего-то намешивать темные коричневые работы они очень сложны коричневую работу можно так сделать коричневый она будет смотреться не очень потребно вот вот надюшка умброженная до умброженая прикольная краска но умброженную честно в виде я не люблю использовать я слоновая кость да может быть это слоновая кость девчонки вот у всех свои затыки вот я вот честно вам не скажу как она называется потому что я просто не забыла как она называется для меня это просто молочная там слоновая кость без разницы Умбру жженую я люблю использовать с умброй натуральной. Дальше. Что еще? Лимонная краска тоже. Краска, которая периодически добавляется по себе, могу сказать. Да-да-да, вы поищите. То есть в готовом виде все равно какая-то определенная краска должна быть в готовом виде. Но это как бы вот, если, конечно, у вас позволяет финансово, вы можете все краски покупать, всю гамму цветов не намешивая. Потому что та же, как бы, палитра пэбио, она это позволяет. Бирюзовый цвет намешать. Бирюзовый цвет очень интересно намешать. Туда надо мешать, я вам сейчас скажу, кобальт синий. Туда надо окись хрома. Вот сейчас на память мне бы этот цвет увидеть. Да-да-да, вот синие и зеленые девчонки говорят. Все правильно. И его уже им играть этим цветом. И может быть где-то даже немножко желтого нам добавить. Вот. Ну, естественно, черная и белая краска – это классика. Это классика жанра, она хоть как должна быть. Так. Все. Здесь пока вот он в блокноте. Когда его я отлакирую, соответственно, краска проявится, он будет смотреться гораздо ярче. Естественно, я его еще немножко доведу до ума. И уже вы его зафиналенным увидите. Кому будет это интересно. На страничке, там в группе без разницы. То есть, в любом случае, я его выложу на интернет-пространство. Хоть как. Так. Все. Давайте сейчас маленький перерыв, потому что уже просто пересохло все, что можно было. Всему, чему можно было пересохнуть. Потом мы переходим. Я сейчас посмотрю, что творится с панно. Давайте немножко вот так вот у вас. Вот у меня я вас увижу. Так. Потом я посмотрю, что творится с панно у меня. И мы решим. То есть, объемную цветочек-то делаем. Либо мы начнем сейчас панно красить. Его как-то там сушить очень быстренько и очень динамично. Ну, сделайте сами. Да, вообще. И не парьтесь. Кофейный аромат. Это вот проще пареной репы, девчонки. Это что делается? Намешивается кофе. Обычно дешевый кофе. И с помощью прокрашивания. Просто у меня ребенок делал, видите, она прокрашивала. Она его запекала в духовке. То есть, эффекты совершенно разные по поводу запекания в духовке. Либо когда он просто сам сохнет, когда он просто сам сохнет, получается пятнами. Когда он запекается в духовке, получается. Я просто не говорю, что с тапом сейчас не осталось. У меня еще, знаете, какая... У меня осталось, сейчас вам покажу. У меня в последнее время... Ну, это вот некий такой испорченный листочек был. У меня в последнее время такой прикол. Я вот когда отправляю работы готовые, у меня когда подпадут, наверное, к мастерам работы, я вот как бы балуюсь, пишу людям на таких листочках. Кофе... Вечно все равно не существует. Но, по крайней мере, блокнот до заказчика долетел. Так. По чаю все это же самое. По чаю, да, 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 по кофе. Кофе на роман. Нет, кофе я пить не буду. Кофе вы попейте пока. Я просто сейчас немножко здесь вот перелью водичку, все подготовлю. Приведу порядок. Немножко, девчонки, хочу рассказать, потому что сейчас новички, вы просто там можете на лейдинге, который вам предоставит Катерина потеряться, по поводу мастер-классов. Не могу не сказать, я обязана просто это сказать, да, чтобы было всем понятно. Что касается онлайн-обучения, я сказала, будут вопросы, вы спросите, сейчас когда почитаете. Видео-мастер-класс книга Тиффани. Очень интересная штука. Вот тоже там, кто хочет самостоятельно, просто сегодня колоссальные сделали, с организаторами долго разговаривали, дебаты у нас были, они сделали очень хорошие скидки на видео. Это все видео-мастер-классы, кроме блокнота. Блокнот – это PDF. Вот именно блокнот и хоббиты, пока так мастер-классы свежие, новые, мы держим пока на той цене, которая вот она есть. Тиффани, вы видите, фотографии не передают этого, но вот здесь как раз я показываю, как мешать. Мои мастер-классы отличаются тем, что я всегда намешиваю краски. Я никогда, либо очень крайне-крайне редко использую готовую краску. В каком-то моменте, вот как молочная, да, зачем я сейчас мешала бы вам, когда она есть, да. То есть намешиваю, вот, девчонки, можете потом почитать отзывы, если кто-то сейчас постесняется заказывать на сайте, опять же, загуглите на сайте отзывы. Есть, девчонки, на обучении у меня были уже много отзывов, мы собрали в группе, есть отзывы, то есть можно почитать. Раньше просто не собирала, не было такой возможности, некуда было собирать, сейчас вот стала собирать по мастер-классам, по хоббиту, по мастер-классу тоже девчонки писали отзывы. То есть, как бы, рекомендую, мешаю там, вот, сама, самостоятельно везде показываю все. Единственное, что имитация фарфора, там, по-моему, готовая краска, но там, как бы, акцент немножко делался вообще на другое. Вот, поэтому почитайте, вот, в Тиффани финишная лакировка показана. То есть, и поталь, я очень люблю работать имитацией, ну, куда уж без имитации, это, естественно, это краски, это имитации, это и странички. И, кстати, хочу вам показать очень прикольная штука, это вот такое вот панно. Вот одно панно у меня улетело, вот это живет у меня, знаете, картины не просто отрисуются, они еще закрывают дыр на стенах. Вот это панно, это очарование Китая, как-то вот, курс четырех частей. И, обалденно, эффект, здесь в мастер-классе показано, как делать вкладки, как работать с поталью, как это все делать, как это все красить, как можно сделать из обычной картинки вот такую вот прикольную вещь, картину. Почему я вам еще раз говорю, я люблю панно. То есть, казалось бы, ты с помощью знаний по дику пажу можешь создать сам картину. Ну, кто скажет, что это не картина? Меня когда увидели, я ее выставляла у нас здесь, я бываю у себя в маленьком городке, я участвую в выставках, у нас делают выставки прикладного творчества. Там все-все-все, но вот, в частности, с этой картиной, прям вокруг нее ходили кругами. Потом у меня дождались, ее забрали. Она классная, вообще, честно, вообще смотрится суперски. Цена сегодня прям просто вот ниже просто не бывает, потому что у меня на сайте это дороже. Это на ярмарке мастеров цены гораздо дороже. Я прям ее вам рекомендую, интересно, достаточно такой мастер-класс. И я вам сразу могу сказать, вот, допустим, я когда покупаю мастер-класс, потому что развиваться, все равно надо на месте, не хочется стоять. Я для себя вырываю какую-то фишку. Вот Маринка у меня хоббита покупала, Анохина, не даст соврать. Она сделала на основании моего мастер-класса офигенский свой фолиант, просто нереальный. Вот увидел в мастер-классе, для себя почерпнул что-то и применил в своей работе. То есть один в один никогда не повторяя никакой мастер-класс, мне просто это неинтересно. Я либо это беру, ну, предположим, да, мне нравится, там, не знаю, раньше мне нравилось, как там, наклеивать что-то там, что-то где-то рисовать, нет, рисовать как бы я живописью занимаюсь, мне это неинтересно. А вот где-то, знаете, поначалу я хотела учиться на имитацию тоже, кстати, вот я имитация пёстрых камнями была в своё время, это очень интересно. Поэтому вот, ну, тут как бы вот посмотреть бы вживую, это да. Ни одна фотография, я вам ещё раз говорю, ни одна картинка не передаст то, что можно потрогать. У меня женщина тоже купила, а я акцию ещё на ярмарке мастеров устраивала, предложить свою цену. Она торговалась, она вот опустилась, знаете, ниже некуда. И когда она, просто на самом деле можете почитать отзыв, я когда почитала отзыв, мне стало, я поняла, как ей было неловко. То есть она настолько деппинг по цене устроила, она мне фреску купила прям буквально, по-моему, за 1200. Прям вот, знаете, это прям настолько бюджетно, вот, скажем так, один только багет стоит там около 1000, да. Но вот я вот решила такую акцию устроить и продала. И когда она получила, она как раз купила фреску, купила вот этот вот парфор имитация. И она написала, что не очень неловко, что я с вами торговалась и не передаёт фотографии всё-таки вживую, то, что я увидела. Вот, поэтому тут как бы вот смотрите, имейте в виду, потому что, я говорю, ценники такие вот, курсы там прям от и до на самом деле. Вот, онлайн-обучение, я вам уже всё сказала, тут уже, думайте сами, ценник тоже 2400, как бы, абсолютно достаточно сколь меняемый для обучения именно онлайн. Вот таким вот образом я с вами сижу, общаюсь, у меня есть возможности, я через сайт это всё вещаю. Вы также пишите свои комментарии, мы с вами общаемся в закрытой группе. Но при этом, при всём, я всегда не буду девчонки соврать, я всегда открыта для общения. Я могу сразу не ответить на вопрос, там мне очень много пишут. Но со временем, вот, я со многими задружилась, вот Марина Анохина, потом Тамара. С Тамарой мы вообще интересно очень познакомились, прямо сейчас мне приятно общаться. Причём равный возрастов люди пишут в личку, там вопросы какие-то задают. Бывает, конечно, думаешь, боже мой, вы просто типа могут написать, а подскажите как краску напишать. Ну, думаешь, ну, киньте принты какие-нибудь. Отвечаю, крайне мере, никого не послала, потому что, ну, нельзя, я так думаю. Я сама, когда, тоже знаете, писала, стучалась, не было очень видно, когда не отвечали. Закрытые двери. Вот, что ещё, я не успеваю читать, что вы так пишете. Очарование России. Вы знаете, идей очень много. Вот, если бы не заниматься основной работой, а заниматься только творчеством, потому что сейчас, вот, говорю, вот, как-то постигла идея интернет-магазина, очень безумно хочется просто, я говорю, вот, краски Олки я заказала, потому что, на самом деле, это на рынке сейчас довольно приятная краска и бюджетная. Она, вот, из всех сейчас, сейчас Ладога подорожала, этот Дели Арт, или как он там, да, Акрил Арт тоже подорожал. То есть, и многие жалуются, что Тепурилу купить не могут. Тепурилу тоже я там решила. Вот, потом, естественно, про трафареты я вам тоже сказала. Вот, меня бесит, вот, ты купишь этот трафарет, вот, там, казалось бы, их много, но он такой бесполезный из-за какой-то вот маленькой фигантулины, которую ты потом вырезаешь и пытаешься ее куда-то приделать. И ты, по большому счету, потратил деньги на такой, как бы, трафарет, который у тебя просто валяется, он тебе просто никак. Вот, вырубки, очень интересные вырубки для работы, тоже это прикольно, отливки. Сейчас вот, помимо фурнитуры различной, есть отливы, которые будем тоже сами делать, отливать. Вот, ну, это все позже, вот, сейчас я отведу это все, и там плотно уже, Бог, помощь, начнем этим всем заниматься. Поэтому, девочки, лапочки мои, сейчас прям буквально 10-7 минут перерыва, все свои дела, почистим перышки, смотрите, буду рада вас видеть в своих друзьях, буду рада с вами общаться, сейчас мы вернемся, с вами будем рисовать. Я не прощаюсь, все, Катюша, пока я тебе передаю перерыв. Да, Ольга, да, 10 минут перерыв. Друзья, ну, а я тоже не хочу вас сильно задерживать, но я отпускать не тороплюсь, хочу вам показать, как вы сможете подать свою заявку на закрытый мастер-класс от Ольги. На чатом вы видите баннер, я сейчас выведу его на главный экран, нажимайте на него и переходите на страничку, где можете ознакомиться со всеми мастер-классами и, собственно говоря, с живым онлайн-курсом, который предлагает вам Ольга. Так, сейчас мы до него долистаем. Первая – это книга «Шкатулка Тиффани» по цене 1490 рублей. Мастер-класс «Шкатулка Версаль». К нему идет подарок – видео-мастер-класс «Декор шампанского в винтажном стиле». Картина «Панно. Очарование Китая». И вот он наш курс «Декупаж. Как избежать ошибок в начале творческого пути». Друзья, онлайн-обучение, которое будет состоять из трех занятий по два часа в каждое. Это настоящий курс для начинающих. Полная прокачка по знаниям, все в одном месте, сразу и навсегда. Ну и, конечно, занятия будут проходить в закрытой группе с помощью мастера и с консультациями. На первом занятии оно будет вводное. Вы узнаете, как облегчить себе жизнь и с чего начать декупаж. Как говорила уже Ольга, в самом начале, когда только начинаешь увлекаться этим творчеством, не знаешь никогда, с какой же техники начать. Все хочется попробовать, за все хочется взяться. И сразу стараешься накупить много-много материалов. Но вот что с ними потом делать, возникают трудности. Друзья, обо всем об этом расскажет Ольга. Материалы, распечатки, краски, лаки, кисти. На примере шкатулки имитация бирюзы. Финишная лакировка без наждачной бумаги. Все это будет, за все эти вопросы ответит Ольга в своем мастер-классе, в первом занятии. Второе занятие – имитация старины. Будем рисовать, патинировать, состаривать на примере шкатулки. Книги рассказывает и показывает только все детально и подробно. Друзья, закрытый мастер-класс. Группа, как вы понимаете, соберется не такая большая аудитория, как сегодня у нас ежедневно вечером. Вы сможете задавать свои опросы, тесно общаться с мастером. Ну и, конечно же, полная поддержка. Третье занятие – подведение итогов. Вопрос-ответ. Здесь вы можете подготовить все вопросы, которые накопились у вас за два занятия, а также за ваши индивидуальные и личные периоды, когда вы творили, и все это обсудить и оговорить с мастером. Как вам исправить свои ошибки, какие материалы использовать и как продолжать работу. Друзья, стоимость этого закрытого мастер-класса всего 2400 рублей. Скидка в 25%. Друзья, целых три занятия по два часа каждая онлайн живьем с мастером. Невероятная цена для такого предложения. Ну и, конечно, за покупку 120 бонусных баллов. Чтобы заказать этот онлайн-курс, перейдите по зеленой кнопочке. И заполните вашу форму заказа. Для этого введите имя, адрес электронной почты и номер телефона. Затем нажмите на кнопочку «Оформить заказ» и перейдите на следующую страницу. Друзья, а это у нас запись сегодняшнего выступления всего за 450 рублей. Не раздумывая добавлять ее к себе в корзину, сохраняйте ценные мастера. Сегодня вечер у нас действительно был и продолжается необычайно интересный и насыщенный. Практически три мастер-класса в одном. И последний этап – это спор в способ оплаты. Вы сможете оплачивать с помощью электронных денег, пластиковой карты, банковского перевода, Сбербанка онлайн и бонусными баллами, которые накапливаются в вашем онлайн-кабинете за приобретенные мастер-классы. Я покажу вам оплату с помощью пластиковой карты. Для этого перейдите по баннеру. И от вас потребуется заполнить данные с вашей платежной карты. Это ее номер. Срок действия карты. Точнее, сначала имя и фамилия владельца, затем срок действия карты, три последние цифры на обороте. И адрес электронной почты. Затем нажмите на кнопочку «Далее» и ваш заказ будет оплачен в течение двух минут. Друзья, торопитесь. Мастер-класс обещает быть интересным, захватывающим и, самое главное, очень познавательным и информационным. Напомню, что те, кто только связал, начинает связывать свою жизнь с декупажем и познавать все его прелести, он будет просто необходим и очень интересен. Живое общение с мастером в удобное время и в комфортной обстановке. Вот такое вот, друзья, замечательное предложение подготовила для вас Ольга. Ну а сейчас я предлагаю вам тоже налить себе ароматного чая или кофе, взять конфет или печенье, передохнуть, глубоко вздохнуть, набрать воздуха полную грудь и наслаждаться нашим мастер-классом. Буквально через 2-3 минуты мы к вам вернемся. Продолжение следует... 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 вот на шкатулке ну по-русски говоря фурнитура как уже привыкли да но это пластик то есть он с оборота такой немножко может быть кажется как будто покореженный на самом деле той стороны какую надо вот его можно красить легко какие вот хочу не очень хорошо украшают любые изделия это просто чтобы вы понимали что вопросы были пока сидела ждал как все приготовила сижу жду разошлись кто разошелся ладно у каждого свое время поэтому так не помню все прекрасно видно так и слышно дешевые дать час как бы дешевого то мало чего есть просто хочется понять почему откуда такой цене какие штуки это просто это немножко рассказывает у меня они будут продаваться лишь будем делать продавать так все я направляю на паноп она высохла сейчас мы будем все это украшать и красить они слетать и нам в париж так вот да так вот вам хорошо видно ставьте плюсы вот потихоньку сейчас пошли опять давайте возвращайтесь кто там кто ушел а кто остался обожаю такие насыщенные цвета которые есть сейчас здесь используя на панно просто и вообще очень сильно люблю нету знаете пока бегала выходила муж вроде как волнуется же да как что там расскажи я говорю ну вот сейчас провела первую часть и он мне ты в прошлый раз было более активно я объясняю ты понимаешь краска это это медитация это вот ровно это гус фраба краски невозможно быть как бы таким знаете ты когда если ты экспрессионист то получается ты должен что-то делать такое что за гранью там условно не знаю там квадрат малевича или еще что-то такое нас так как классика это как раз как раз я говорил она умиротворяет она оживляет она приводит чувства и сознание голову в определенный тонус поэтому сегодня я какая-то такая немножко спокойно что ли не знаю как сказать вот потому что я с мужем не согласна когда он сказал что я сегодня прям никак он привыкли не слышать все я буду где-то стоит где-то сидим не так удобно сейчас я буду вам рвать мозг чистом виде беру фиолетовую краску обожаю я вот это вот все дело оставила это на шоколе то на счетах долго сохло поэтому вот так вот беру я кисти кстати кисти тоже буду магазине продавать потому что тоже по кистям постоянно задают одни и те же вопросы мне проще один раз показать чем сто раз и рассказывать вот здесь сейчас я вам буду для вас это будет сейчас дико для тех кто вообще наверно никогда не рисовал вообще сейчас вы меня не поймете сразу хочу сказать немножко захожу на работу вот обожаю я эти вещи все таки вот если кто-то надумает покупать очарование китая вот этими всеми складками прокачивайте себя на самом деле каких цен больше не будет наверное здесь не дадут просто поставить такие цены я с организаторами долго воевала они говорят мы не ставим такие цены у нас на видео мастер-классы идет цена 1900 все не обсуждается поэтому девчонки если что-то имейте ввиду все сейчас вот это вот сделаю оставлю шоу-мас-гоу я читать не успеваю но так как время уже позднее и хочется как-то поактивнее потому что все равно сейчас это подложка в любом случае да еще вся вся так сказать сладость она вся впереди поэтому я сейчас здесь быстренько благо что это все-таки не масло это все очень быстро сохнет вот не знаю как вам а я прям вижу вот это вот вот эту пасту эту офигенскую все-таки пасту какая нам все-таки девочки классные будем намазюки вать любите говорить это делал сейчас это делаем будем знаете из разряда брюки превращаются превращаются брюки сейчас будет очень красиво привет привет откуда я это знаю знаете что могу сказать для меня это было конечно открытием когда я поняла что я могу понимать краску я еще тогда вообще далека было ну как я только начала заниматься декупажем ну что думал как я сейчас поиграю в это все дело и прошу потому что никогда ничем не увлекалась творческим а в декупаж я попала после определенных трагических ну как переломный не трагический даже переломный момент в моей жизни был определенные и вот я вот таким образом пришла в декупаж сейчас зеленую краску еще возьму так вот такая у меня зеленая краска кобальт зеленая темный вот он пойдет у меня на низ вот сюда он пока пойдет одним слоем девчонки пока все это делаю то есть без всяких без всяких яких беру просто крашу забор вот и после этих событий захотелось почему-то попала я а чё почему так вот получилось так что надо было дырку на стене закрыть пришла я в мастерскую мастерскую багетную мастерскую и увидела шкатулки и тогда вот я узнала первого раза декупаж для меня это было что-то такое волшебное какое-то слово непонятное вообще и естественно первого вопроса начинающим можно они когда-то да у нас группа для начинающих есть мы там водную делаем первое занятие мы рассказываем про краски то есть любое занятие первое начинается у людей кто с этим занимается более-менее профессионально естественно изучают краски как ты можешь двигаться когда ты элементарные типа что с чем мешается что получается не знаешь вот я когда а мы делали панно и у нас трафарет был я принесла домой это чудо-юдо муж посмотрел как знаете удивился прикололся он не понял вообще этого прикола чё там сделала а а там было четыре занятия для начинающих второе занятие то есть по субботам и второе занятие мы уже декорировали досочку естественно досочка я выбрала салфетку я до сих пор обожаю с бутылками салфеткой мы там делали этом дело как умела подрисовку и когда я принесла и домой муж сказал ну вот это уже да и вот после того как меня это получилось досочка меня это начало манить потом это третье занятие был витраж мы рисовали витражными красками и четвертое занятие мы рисовали красками которые запекаются по стеклу это вот первое мое было познание декупажа большому счету потом я ходила на объемный декупаж я вот это по нотам сделала еще представьте с каких времен потом я сходила ключницу сделала и они мне хотелось что-то такое знаете глобальное смотрела там как бы приходит девочка пулки для меня это вообще было за гранью они говорили вы сначала должны познать основы чтобы это делать чтобы делать шкатулку вы должны узнать все техники такой психологический был маневр я тогда не знал что такой шей бешик что по потертости штука и по большому штуку трафареты вот ходили мы за этими знаниями потом потихоньку потихоньку скупалась все что можно было скупаться вот на первый взгляд бурбик глаз у некий сумасшедший ужас куда вы пришли девочки ащи не понимаем сейчас это немножко подсохнет я так понимаю я попала тренд сегодня по зелени так пока она подсыхает предлагаю вам этот момент вот верхушку сейчас я немножко еще подкрашу фиолетовый чтобы не было проблесков вот здесь очень важно чтобы не было никаких проблесков того что есть кто не смотрит сначала конечно сейчас сложно но рекомендую досмотреть сейчас нами а потом посмотреть сначала потому что сейчас нужно задать какие-то вопросы которые вы можете потом не иметь такой возможности все девчонки кто постучался в друзья сегодня не знаем завтра завтра приму нашу команду творческих безумцев городки сумасшедших здесь вот в данном случае надо это плотно все прокрасить чтобы не было не было видно холста никакого белого полотна не должно быть никаких просветов белых не должно быть здесь это важно очень сильно достаточно пока очень все просто все банально обычные краски обычные готовые краски сегодня с вами допоздна завтра утром на работе в четверг ночью мы с мужем летим по делам в москву такой вообще насыщенный плотный график это же прикольно так еще раз перекрываем все мешает уже широкоруская душа все мешает прям прокрашиваем не боюсь не успеваю смотреть так ой девчонки это не горит это еще болезнь я когда создала группу год назад я очень много трачу времени на группу именно в контакте сейчас группа есть в фейсбуке потому что не все любят контакт группа одноклассники я не особо люблю есть просто страничка информационной на инстаграм а именно общение все у нас происходит конечно в контакте мы просто задружились очень сильно со многими просто общаемся вот марина анокина не даст соврать мы прям вот с ней вот она у меня купила мастер-класс мы прям стали такими прям подругами и подругами творческими какие-то делимся какими-то своими работами там еще чем-то кто что делает вот я утром тоже когда встаю первым делом конечно смотрю да и люблю за кофе просматривать выкладывать что-нибудь интересное единственное сейчас не хватает времени начать игру раз два три подарок дари потому что она очень много времени съедает но это будет позже я вам про группу в контакте рассказываю так девочки сейчас как знаете говорят отправляя как повара говорят отправляем это все в духовку ну я утреру конечно пусть пока посушится само естественно если не высохнет я это все посушу феном я вам сейчас давайте мы панно быстренько закончим все таки да наше объемное панно хочется его как-то уже зафиналить вы не против если не против ставьте плюсы если против я сейчас буду прям просто феном сушить и мы поехали дальше так как я уже цветочек вырезала я его примерила ставьте плюсы минусы сейчас присяду пошли пошли плюсы не успела прочитать ваш вопрос про лак так все давайте мне тоже любопытно честно честно посмотрела да надо обратить внимание стоит что-то разрезать или не стоит в данном случае то есть для себя поймите если ты разрезаешь то как бы получаешь ты некий объем насколько тебе надо чтобы это было объема объемно насколько тебе надо чтобы это было не объемно решаешь естественно сам ты то есть если надо чтобы каждый лепесток был отдельно не вопрос да вырезаем каждый лепесток но надо быть грамотным что лепестки все равно они здесь мы же не все видим да вот если вот мне даже вот само любопытно давайте попробовать сейчас сделать не вырезаем почему нет а по поводу как меня найти вы просто меня загуглите я настолько уже стала популярной личностью ну как бы не скромно но это есть ставня просто муж тут как-то лазил и чисто случайно меня либо загуглите либо в яндексе Ольга Виллисова декупаж и вам выпадет все что связано со мной это и youtube канал это и facebook это и контакт это и сайт сайт золотое яблоко группа золотое яблоко очень много просто всего поэтому прям можете это все и пройдете по всем по всем ссылкам куда мыслимо и не мыслимо тут даже сильно особо сама была удивлена когда это все увидела дорогие участники я хочу предупредить вас о том что ссылки не выкладываются у нас в чате потому что это может прервать его работу поэтому если вы хотите отправить ссылочку кому-то из друзей вас кто-то попросил делайте это пожалуйста в личные сообщения поэтому проще гуглите и находите так давайте не буду я его врезать просто ради любопытства чтобы вам было понятно и не было понятно что же получится по идее вырезать всегда успеем даже в принципе можно в варианте который уже будет вырезать кстати пока дело первое обожгла руку немножко палец болит так сейчас я свечку подожгу так что пожалуйста с огнем не шутите дело такое это травмоопасное очень так беру я просведор наш щипчики булька подождите девочки возвращаться не будут те кто если вдруг смотрите не сначала наверное это просто коврик это деревянные бульки именно для вот этих объемных цветочков там потом можно будет посмотреть нет пленка обыкновенную использовать нельзя да это специальная пленочка для этих всех дел но мне собака забыла вот так вот руками тоже я как видите это все дело помогает выпрямить так с обратной стороны обязательно повторюсь девочки еще раз когда вы это делаете вы это делаете именно там где пленочка кстати очень даже прилично получается мне очень нравится вот как то вот так вот и опять же 3d эффект добиваемся благодаря тому что мы именно такую же работу используем на нашем панно имеется ввиду на панно точно такая же салфетка это колдует бабка колдует дед горячо Горячо. Пинцет. Ладно, вкусный пинцет. А тогда какой расцветок? Знаете, как в служебном романе она там... А бровки надо привести в порядок. Но это вообще-то как-то не это, пинцет. Ну, неважно, короче. Ладно, вы меня поняли? Самое главное. Я же говорю всю жизнь, мы к чему-то мучаемся. Так, ну подождите, а в служебном тогда романе... Она про какой расцветок говорит? Расскажите тогда мне... Вот, тоже имеет место быть, достаточно. Ну давайте, давайте, разрежем. Подождите. Подождите. Давайте тогда мы сейчас примерим это все дело. Соглашусь, по лепесткам проэкспериментировали? Поняли, что не стоит. По лепесткам гораздо интереснее. Сейчас ждем объемные очочки. Так. А она тогда о чем там говорила? Помните в служебном романе, она когда учила свою начальницу? Я же почему-то всегда считала, что это Редсфедер. Давайте, поучите меня. Чтобы я тоже знала. Разрезать достаточно аккуратно. Техника интересная. Я с вами абсолютно согласна. Но она достаточно специфична. То есть ее использовать именно для панно. Вот кого это увлечет, кто хочет выбрать одно из направлений, создавать объемные панно. То есть это больше всего, конечно же, только цветы. Кроме цветов они больше никогда не подойдут. То есть только, как я поняла из комментариев, советская женщина выщипывала брови чем угодно. Друзья, ну я вас просто умоляю не выкладывать картинки в чате. Мы лишимся возможности общения друг с другом. У нас просто зависнят девочки. Даже не то, что зависнят, он у нас закроется и больше не откроется. И мы не досмотрим ничего. Да, он и правда похож на пинцет. Я поняла, о чем говорят. Помню, что в детстве тоже у папы в наборе был такой пинцет. И похоже на пинцет. И тоже мы с ним там щипали все подряд. Все, что было. Но не брови еще тогда, конечно. Теперь будем знать. Вот так вот не только вы что-то сегодня узнаете. Вся жизнь наша это практически постоянная какая-то учеба, да? Век живи, век учись, как говорится. Ну, здесь вот как-то вот так. Цветок немножко другой. Здесь сильно, вот сильно не разбежаться. Вот я подкинула тему-то. К черту вообще краски. Вот к черту. Давайте поговорим о чем-нибудь. А как это все щипать? Как попасть в группу? Загуглите. Через сайт можно попасть в группу. Через мое имя можно попасть в группу. Ольга видит декупаж и все. Там все увидите, серьезно. Просто вы сами экспериментировали, смотрели. Сами обалдели, сколько всего интересного про себя можно узнать, оказывается. Не поверите. Надо очень аккуратно в интернете все выкладывать, честно. Вот руками как-то доиграло, да? Это все художество. Цветок немножко другой, поэтому, естественно, эффект этого цветка совершенно другой. Хочется почему-то опять же внутри сделать побольше, опять же он больше выгнется, будет тоже как-то не очень. Поэтому это дело такое, на любителя и опять же, как нравится, как хочется. Сейчас с помощью горячего пистолета все приклеится и будет вот так вот смотреться. Давайте я сейчас его включу. Он у нас нагреется, главное про него не забыть. Я так думаю, что больше, наверное, как вы думаете, больше, наверное, не стоит уже его, да, мять. Вот он уже как его можно было, я его уже измяла весь, вырезала еще помяла. Поэтому выпирание лепестков сильного не получится, потому что форма, форма цветка немножко другая, не настолько раскрытая. Все. Прямо, всех примо. Ну-ка давайте мнение большинства. Не сидите там. А я не могу сама себе брови щипать, я их не вижу. Все. Я вас услышала? Теперь я включаю. Вы мне главное напомните, я сейчас опять забуду. Про свой пистолет. Все, я пока убираю. Сейчас мы это дело все приклеим. Я вам покажу. По идее бы, конечно, хочется так это все закончить, выразительность какую-то придать. Здесь можно контуром пройтись великолепно. Здесь можно блесточки добавить запросто. Знаете, в этом... Не знаю, я сейчас редко блестки использую в своих работах. Но в хамикаже есть все, глитеры есть. Сейчас даже не знаю, заработает это, глитеры нет. Можно вот сюда вот так вот немножко... Да, вот есть блестки. Не высохну. Я вам блесточек немножечко сюда, чтобы поблескивало. Ой, чего только можно насыпать специальный бисер такой, знаете, мелкий-мелкий. Я сейчас его искать не буду, так как это все дело времени занимает. О, мечты сбываются. По поводу лакировать. Панно залакировано было сразу. Я его заранее залакировала. Когда нанесла салфетку, бока потом прокрашу, залакирую. Это как бы не проблема. Цветы можно лакировать сразу, когда вы их приклеили, они высохли. Прямо на... Скажите, я вам скажу на пластике. Можно, по идее, взять аэрозоль и сверху пройтись аэрозолевым лаком. Это вот самый такой простецкий вариант, так как это панно. Ты не будешь на нем работать, оно будет висеть на стене. Все картины маслом аэрозолит можно. И также просто картины акриловые можно аэрозолевым лаком. Я аэрозолевый лак не люблю именно со шкатулками, там еще с чем-то, именно с заготовками. Что касается панно и картины, это вообще просто идеально. Все. Девочки мои, пусть у меня нагревается, а мы пошли рисовать. Вот она у нас. Пока такая вот... Пока такое вот... Ой, чудовище детсадовское получилось, честно. Сейчас я соображу. Сверху вниз рисую, да? Чтобы вам было видно. Не совсем еще, конечно, просохло. У меня немножко еще красочка на руках. Так, девчата. Вопрос. Вопрос. Вы видите деревья? В любом случае вы их видите, да? Кто первый сможет ответить? Какую краску я должна намешать? И с какой краской я должна намешать? Деревья темные. Я понимаю, что вам сейчас искажение цвета, там, экран. Все прекрасно понимаю. Но хотя бы попробуйте, попробуйте, подумайте. Прям буквально я низ пока оставлю. Вы мне ответьте, какую краску вы бы намешали. Зная вот сейчас уже то, что я вам рассказала. Давайте думайте. Нет, нет, нет. Разговор сейчас идет про деревья. Вот здесь деревья. То есть надо их немножко закончить и продолжить. Попадайте на не все. Вот где-то, вот где-то. Как это, четвертинка наполовинку. Брало. Алена Наумова. Молодец. Умбра. Только вот я не поняла, так синхрома. И окись, да, окись хрома. Молодец. Умбра и окись хрома. Умбра жженая и окись хрома. Зеленая, черная, чуть синий. Вот можно чуть-чуть черный добавить. Красный пока здесь нет. Девчонки, красного здесь цвета у нас вообще пока вот, что касается деревьев, нет. Низ идет окись хрома, умбра. Умбра натуральная. И топ. Они полосами. Молодец, Алена. Пять баллов. Шоколадку. Все, давайте. Так, ладно, коль вы снизу ответили, давайте я сейчас скрашу низ. Вы думаете вверх. Вот как сейчас должно быть? Вот какие краски должны мешаться? Так. Так, хотя у меня тут уже фиолетовый есть, давайте-ка нет. Давайте-ка я начну, зеленый пока сохнет, я начну с верхней части нашей картины. Так, сейчас. Все. Не буду пока вас вопросами закидывать. Начнем с верхней части картины. Делала тут все в окружении. Так, здесь у нас уже есть фиолетовый. Вот сверху надо фиолетовый мы добавляем. Мы добавляем вот такой вот розовый. светлый. И мы добавляем, я добавляю, мы добавляем. Все, все мы добавляем. И здесь не хочется добавить, девочки, наверное, все-таки синий. Синий кобальт. Ну, а дальше буду импровизировать. Тоже, знаете, сразу прям не могу сказать. Пошла я выкладывать. Вот, конечно, руки себе бы отбила бы. Вот нельзя так делать. Нельзя кисточкой лазить в баночку. Постоянно за это ругаю, постоянно так делаю. Еще, девчонки, кто финал дождется. Я думаю, что для вас какие-то бонусы подготовлю сегодня касательно того, кто закажет. Кто будет в онлайн-обучении, там очень много будет бонусов. Я очень щедро делюсь знаниями и мастер-классами, которые есть в наличии. То есть там помимо того, что было заявлено, там будет еще куча всего разного. Вот. Кто так, вы уже видели изобилие подарков. Я просто думаю, может быть, мы уговорим наших девочек, и они к мастер-классам нам тоже подарок сделают. Деревенский домик отдельно к мастер-классам. Как ты, Катюш, думаешь, можно такой бонус сделать, кто закажет просто отдельный мастер-класс? Я думаю, да, это, наверное, нужно обсудить с кураторами. Я, к сожалению, не могу принимать такие решения. Я так думаю, что мы можем обсудить. Я попробую потом обсудить это все дело. Потому что домик тоже очень интересный. Его в подарок даже, по крайней мере, тем, кто сегодня закажет, я так думаю, они не откажут. Так, поехали. Сейчас такая ситуация, что мне надо потихоньку приблизиться к тому цвету, который у меня на панно. Сразу это будет неинтересно. Сейчас это будет постепенно. Я взяла немножко другую кисточку. Так, разобраться. Вам видно, да, что я сделала? Я напишала три краски. Побежала вписать ситуацию, которую я сделала на своей работе. Вот, по большому счету, вот это бы дело, картинку бы, конечно, не мешало бы залакировать, чтобы закрыть ее защитным слоем. Поэтому при попадании краски можно легко это все дело стирать. Рекомендую вам это делать, когда есть такая возможность, потому что это большой бонус для того, чтобы потом не мучиться. То есть на работу краской мы всегда можем зайти. Но вот ее стереть потом с нашей работы, не всегда, где она залезла, не всегда это нам может поучиться. То есть вот я прям сверху не втираю, так как у нас есть трещины. Мне надо, чтобы эти трещины были подчеркнуты. Нельзя эти трещины перекрашивать. Поэтому вот как-то так. Здесь чуть поярче. По чесноку я, когда что-то рисую, вы думаете, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, не думаю, всегда получится, но нет. То, что я делаю, не боятся только, наверное, дураки. Такой полувлажной кисточкой. Так, я не успеваю читать, что у вас там. Так, более темного цвета, а не наоборот. Почему более темного? Потому что мы должны, как вам сказать-то, сами попробуйте, поэкспериментировайте, как бы проще на темный последовательно накладывать светлый цвет или наоборот. То есть, у любой есть такой в живописи момент. То есть, вообще, как бы, да, окраска и... Сейчас я вам проображу, как мысль сформулирую. То есть, чтобы увидеть какой-то объем или увидеть изделие, да, что я вам говорю? Я сейчас вам покажу, о чем речь, да. То есть, мы... Обман глаза. Живопись – это обман зрения. Чтобы понять, насколько ты... Вот это вот я... Работа для меня я рисовала гуашью. Я рисовала гуашью с картины какого-то японского художника. Это фрагмент. Вот. К чему я это показывала? Смотрите, вы видите объемы, вы видите яблоки, они прям... Действительно яблоки. Это гуашь, девочки, вы не поверите. Действительно, тарелка действительно окажется, что она блестит. Вот если бы я сначала сделала светлый, я потом бы никогда не получила этого эффекта. Сначала всегда делается темный. Да. То есть, чтобы была глубина, всегда идет... В живописи есть такое понятие, как бы, да, я не знаю, как это научно называется, так как я не заканчивала, к сожалению, никаких художественных заведений, академии и меня вот как бы учат. Есть такое понятие, то есть ты играешься таким цветом. То есть это вот мазки. Тут все делается мазками определенными. И получается смысл в чем, что на слои не идут краски. По очереди. Мазки накладываются по очереди и создается такой эффект. Абсолютно живой картинки. У меня это не совсем свет и тень. Я просто немножко замолчала, вот ваше читаю комментарии, как вы тут пытаетесь. Белого добавить? Девочки, добавлю белого. Белого всегда успеете добавить. Мне интересно будет, если я сейчас... То есть, если обратить внимание, насколько вам это видно, здесь украпление розового, здесь идет синий, розовый, фиолетовый, там тут куча цветов, нельзя это сразу взять и как-то одним цветом накрасить и другого не добавить. Если добавить сейчас просто там белого, немножко мазануло лишнего, пока вам говорила, пятнами. Слушай, кстати, я тогда же вазу тоже делала в сиреневом цвете. Ага, у меня прямо, видимо, у меня сейчас какой-то период такой в жизни, ну, не то, что яркий, может весна, может перемен хочется, поэтому как-то вот такие цвета, да, насыщенного цвета очень захотелось, не захотелось спокойно, какой-то в Венеции, но Венецию на блокноте я использовала, я как-то делала треску именно с Венецией, здесь мне этого не надо было. Так, все-таки, стоя мне это удобнее делать, низ просох, я сейчас перехожу на низ. Я сейчас сделаю немножко это все попроще, я возьму губку, так, чистую, чтобы девочки на всех, я возьму губочку, сейчас это все делаем, так, ума прожженная, и зеленый цвет, даже не укись хрома, все-таки я возьму зеленый, такой же зеленый-темный. Просто на самом деле, когда готовишься, как бы ты не знаешь, кто к тебе придет, ты не знаешь, что выбрать, что показать уже. Единственное, делала опрос, перед тем, как готовилась, ну, как-то большая часть проголосовала именно за краску, потому что с красками у многих проблемы, не все. Можно всегда, вот я, бывает, знаете, так, делу разложу, мастихинчиком, и смотрю, насколько мне комфортно этот цвет. Так. Здесь, к сожалению, вам не будет видно на темном, с темным, именно, как вам сказать, трещина, трещина. Это только, наверное, на фотографии, но если, может, ближе к экрану как-то поднесу потом. не люблю, когда мараю. В этом деле, такой я чистоплюй, пока я это оставляю. Дальше я беру кисточку, решу. И кисточку хрома. Так. Я ее не вижу. Вот она у меня спряталась. Она убежала уже от меня. Кисточку хрома я намешаю. Сейчас посмотрю. Наверное, я добавлю лимонный немножко. Немножко хочется лимонный. Вообще, как бы, тематика Эйфелевой башни. Я просто, наверное, ее люблю. Я по картину как-то рисовала. Она у меня третий раз на повтор до сих пор стоит не докрашенная маслом Эйфелевой башни. Огни Эйфелевой башни. Вот. Обожаю эту тему. Нравится она мне. Так. Что я делаю? Мне хочется немножко не сделать. Чуть-чуть посветлее. Потом я его буду умброй выравнивать. Прям очень аккуратно. Я сделаю полосы. Я думаю, что вам это заметно. Сейчас, благодаря светлому, стали проявляться трещины. Сейчас очень прикольно, очень эффектно это видно. Сразу понятно, что не зря я эту пасту сюда использовала. Вот как-то немножко захожу на свою работу. Очень сложно, конечно, вверх ногами рисовать, если честно. Не проверить. Ну что не сделаешь. Назвался грудем. Как говорится, можно немножко здесь как-то добавить, а потом еще сверху темного. Запросто. Пока не могу вас, девчоночки, почитать. Всегда призываю. Главное, не бойтесь. Не надо бояться. Казалось бы, сумасшествие такое, да, в начале было. А мне кто-нибудь напомнил вообще, что пистолет стоит? Так сказать, стынет. Пистолет-то не стоит. Вот никто не напомнил. Сейчас, подождите, я, по-моему, Вы же нас тут заворожили. Да вообще не говори, блин. Я сама себя заворожила. Я забывала уже вообще капец какой-то. Пока вот он вытекал, и все вытекло. Сейчас, девочки, я это быстренько сделаю из Вашей головы. Я знаю, что Вам не видно. Здесь ничего сложного нет, уж меня простите, пожалуйста. В общем, все просто. Сейчас, 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 сейчас включу и делаю. Еще раз повторюсь, пистолет прикольно именно вытянет Вам работу, если надо будет, потом подклеите лаком, ой, фу, крем, титан. Вот, алиоп. Вот такое вот у нас получилось. Ля-ля-ля. Есть куда еще погулять, есть куда еще профантазировать, но главное не перегружать. Что касается объемного, здесь можно поставить точку. Я считаю, что можно поставить точку. Ольга Виллисова декупаж наберите, не надо просто Ольга Виллисова. Ольга Виллисова декупаж, золотое яблоко. Где увидите студию золотое яблоко, нельзя здесь, девчонки, ссылки давать. Либо кто-нибудь в личку Вам, может быть, кинет. Таковы правила. Хотим, чтобы нас не выкинула. Давайте будем следовать правилам. Так, ну вот здесь вот пока я ля-ля-ля оставляю. Да, у нас без 10 час. В этот раз, конечно, подольше получилось, в прошлый раз и как-то быстрее. Но здесь краски, тут уже, тут девочки, здесь надо зафиналить. Вот здесь нельзя бросать на пол пути, здесь надо закончить. конечно, уже многие, наверное, у кого много времени пошли спать, я сама бы до такого времени честно не досидела. Я бы смотрела на следующий день уже на повторе, потому что на самом деле время позднее. Это хорошо тем, у кого минус у нас плюс от Москвы. Так, поднимаемся вверх, здесь еще надо будет черненьким с умброй добавить. Я прям пока здесь осталась эта краска на палитре. Вика, привет! Ты сидела там где-то в кустах? Вот прям тампующими движениями, как вы видите. Почему тампующими? Потому что нельзя здесь, здесь надо, чтобы было видно. Вот здесь как раз по низу очень прекрасно видно теперь сами прожилки, прожилки той темной краски. Почему темная краска? Вот вам, пожалуйста, темная краска, а здесь будет тоже очень эффектно смотреться. Почему говорю? Потому что уже знаю, уже не первая, так сказать, работа уже в этой технике, да, обожаю эту технику и обязательно эти работы надо закатывать девочке в багет, причем не просто в какую-то там, скажем так, в какую-то рамочку, а именно багет. То есть багет это все-таки некая изюминка, уже подчеркивает вашу работу до конца. Знаете, конфетка с фантиком уже красивая такая. Пока вот я тут точки понаставила. Катюха, что шумим? Падаешь там со стула? Это у меня двери открылись. Я думала, там уже упала в шоке. звезда в шоке. Я любуюсь своими любимыми цветами. Я в нерване. Вот я тебе говорю, я вот когда рисую, вот тоже вот надо дать должное. Я на самом деле с какого-то начала, когда у меня головная боль или хондра такая, знаете, весенняя-осенняя хондра. Я прям вообще такой релакс ловлю. Вообще рисовать надо днем, потому что картина, это все-таки мозги тут приходится думать, краски. И никуда ты от этого не денешься, поэтому рисовать вообще вот именно что-то такое надо. Пока мозг свежий, еще не затуманен дневными проблемами. Да. Как ни крути, я разговаривала с художницей, которой я этим всем занимаюсь, я говорю, почему я не могу вечерами рисовать? Во-первых, цвета я не вижу так, как они должны быть. И она говорит, это работает, ты постоянно думаешь. В декупаже могу в любое время заниматься. Тут как бы не потому, что думать не надо, все равно это гораздо проще. Вот краски, вот рисовать живопись, картины. Мне обидно, здесь одной сейчас картинка идет, я не стала домой брать. Здесь при желании, я сейчас не буду показывать, можно еще эффект вот этот вот свечение сделать. Я не буду показывать, потому что надо, чтобы это посохло, и мы сейчас пока переходим наверх. Времени уже много, я так думаю, что вы уже поняли, можно это сделать, могу я это сделать. Вот, сейчас я перехожу к верхней части нашей картины, меняю воду, о чем я вам уже говорила, что вода должна периодически у нас меняться. У нас прям сегодня, не знаю, два в одном, три в одном, и декупаж, и отчасти все равно живь, а это. видишь, тебя, Катя, подбадривают, Серега, он не дает тебе скучать. Да, вижу. Так, едем, сейчас думать надо, сейчас я немножко подумаю, куда же без думания-то. Теперь надо, что надо? Вот это Олки красочка, возьмем немножко рыжей Олки, не хочу я эту палитру, возьму чистую девочки. Так, член гидного нет, немножко Олки, немножко розового сейчас, белого. Олки красотка. Чтобы она была видна. Так. а я сейчас с одной палитры и на другую палитру будем сейчас компоновать вот как-то попала нет ничего прекраснее пальца ни одна тряпочка как не делать делать палец ни откуда тут белые пятнышки не пойму прям крашу этих молодых работе так называются за бодай меня комар все равно лезут этим кисточкой в краску добавился сумму про еще натурально немножко вам видно так вот здесь светлее но пока немножко добавлю добавлю это дело дальше пошли подниматься уже темные цвета здесь здесь конечно на девочки здесь уже более художественная такая работа краска что я делаю это мешаю краски вам надо показать что вы не видели а вот рассвет это или закат вот каждому как вот дофантазируется у кого сейчас уже глубокая ночь того во владивостоке это рассвет у нас уже за закатом уже давно не пахнет белого немножко раз выровняла цвет какой мне нужен я не говорю что это правильно пальцем но это как-то так удобно не поверите вот я вам про что и говорю что можно создавать как бы декупаж не декупаж немножко обладаем как немножко тут конечно стоит подумать есть на чем подумать когда переслышь но это себя оправдывает поверьте мне здесь конечно сверху сложно делать прожилки именно чтобы они были видны потому что хочется чтобы композиция сложилась чтобы все-таки была целостность я сейчас не знаю как мне получится с прожилками мне хочется чтобы вы увидели именно грани грани распечатки из просто не должно существовать в работе работа должна быть целая я честно говоря вот вот они пошли я обожаю такие работы конечно здесь уже баловство я очень это все делаю быстро на палитре намешано вот она вот она девочки моя палитра . вот о чем я вам говорила смотрите вам это хорошо видно в экран очень хорошо свои работы смотреть в зеркало и либо вот когда их видно да в отражении можно сфотографировать посмотреть вот они эти границы они потихоньку только скрываются чуть-чуть вот здесь вот цвет вообще идеально попал продолжение прям идет здесь еще краска темнеет она темнее прямо глазах да и сразу ты видишь и другой оттенок здесь сейчас я наночу тряпочку здесь вот один большой плюс если бы сейчас была распечатка залагирована то подтереть не было бы никаких проблем все вместе с краской подтираем защищайте свои распечатки если есть то что если есть нам надо и защищать да вам это облегчит вашу жизнь так как не надо было вам показать как из чего прям самого начала в этом у меня что-то как-то привлекло этим делом что и 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 Ну, если вы найдете, где продают бульки, то в комплекте продают и коврик. Сильно влажная кисть, и она мне закрашивает все мои красивые трещинки. Видите, мне сложно сказать, кто в каком городе. И вот у меня, где я это покупала сейчас, этот магазин, он закрылся. То есть у нас, что касается объемного декупажа, тоже днем с огнем не найдешь. И пластика, вот сейчас, когда я буду заниматься трафаретами, у меня появится пластик. Может быть, я буду продавать, как, кстати, сейчас возникла такая идея, как вот именно для объемного декупажа. Потому что это один и тот же материал, в принципе, по сути. Но я попробую, по крайней мере, потом об этом, естественно, напишу. Не получается подобрать цвет. Заходите прямо в свою работу, не бойтесь. То есть запросто. То есть вы видите, да, вы мучаетесь. У вас границы, вы и с этой стороны уже подрисовали, и с этой стороны подрисовали. Но никак не можете. Не бойтесь. Нарисуйте свою. Свой фон нарисуйте. Не трогайте эфирю, башню. Ну а здесь вы можете поиграть, как вам угодно. А почему нет? Вы же творческий человек, и вам никто не мешает это сделать, правильно? Добавили, убавили. И все. Сейчас вот она подсыхает. Надо будет еще... Вот здесь вот мне в голове вот этот счет однозначно нравится. Вот здесь еще надо добавлять. И вот это высветляет верхушку. Сейчас я немножко глотну водички. Я прям здесь, я не знаю, не хожу. Сидя, не могу. А стоя, знаете, как-то это по-спортивному не приучены. Вот. Я, с вашего позволения, девчоночки, переверну. Мне надо посмотреть, что же у меня получается. Ну, я вам хочу сказать еще немножко, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Осталось прям... Здесь игроки вообще классно классно. Сейчас вот здесь вывести, это все дело. Так. Думать надо, думать. Видно? Думаем. Синий добавляем. Так. Все, уже осталось. Такая потихоньку наваливается. В этот раз мне она подольше хватила. Так. Мешаем. Синий, белый, оранжевый. Сейчас посмотрим. Фиолетовый немножко добавляем. Пробуем. Девочки, читать пока не могу. Вы уж меня простите. Сейчас потерпите. Немножко осталось. Я отвечу на все ваши вопросы. Дорогие мои, с четверга по воскресенье меня не будет в городе. Как будет ловить интернет, я не знаю. Поэтому, если вдруг кто-то будет задавать вопросы, я не отвечаю. Это не потому, что я не хочу. Это потому, что я не могу. Потому, что я не знаю, как будет интернет ловить, как что. Но, все-таки, сами понимаете, трафик интернетовский, недешевый. Поэтому, будешь меня... На меня не серчайте. По приезду я, естественно, на все ваши вопросы очень постараюсь ответить. Не попадаю, видите, да? Не попадаю я. Такое тоже бывает. Все, пошел, затык. Могу попросить крафту, видите, да? Так, сейчас... Я все равно это сделаю. Хочется вам и полотно, и палитру показать, и полотно показать. Прямо все хочется показать. С этой стороны немножко синего больше. Прямо все. Синего мешаю, не боюсь. Здесь надо еще убра добавить натуральный. Так, сейчас я эти полосы уберу. Не нужны они мне. Ольга, наши участники увидели кошку, кошачью мордашку на Дейфилевой башне. Я, кстати, тоже ее сейчас вижу. И просят ее не закрашивать. Где? А вот разверните работу, вы ее увидите. Прямо носик, глазки, получается, с... Какой? Это с правой стороны, если вот к вам лицом. Это знак? Это, да, это знак. Девчонки я не вижу. Есть, есть. Даже я, я тоже не сразу увидела. Справа она вот такая прям мордашка у нее есть. Слушайте, вы знаете, как это? Найди, есть такие рисунки, найди 3D, да, там что-то? Да, да, да. Мне-то, видите, сложно. Вы опять же видите, я вам опять же говорю, вот вы сомневаетесь, декупажите работу, шкатулка, неважно что, у вас не получается, вы не попадаете в цвет или там еще какая-то у вас проблема. Подходите к зеркалу, либо сфотографировали работу и посмотрели. Вот вы сейчас это видите, потому что у вас идет как раз преломление через экран, да? Я этого не вижу. То есть мне надо, знаете, в работе подойти сейчас к зеркалу. Я реально не могу понять. Смотрится просто феерично вообще, вот все, все видят наши участники. Я прям теперь боюсь красить. Ну-ка, давай, Катя, вот здесь нельзя красить. Вот здесь нельзя красить. Вот она прям между верхушечкой, башенкой, и серединкой. Вот так вот она попадает. Вот здесь. Чуть ниже. Вот здесь. Вот здесь. Да-да-да, вот оттуда и ниже. То есть здесь мне, девочки, что, мне здесь не красить, да? Нет, не надо. Короче, знаете, что я сделаю? Я теперь вообще боюсь ее дрогать. Ну, а вы мне скажите, ну видно же вот контур, мне кажется, его видно, я прям его вижу. Попадает? Как вот вам? Вы хотите сказать, на это можно закончить, не вижу, а кошку. Просят оставить котика. Какие вы все мимимишные. И любят котиков. Кто их не любит, да? Ну все, придется ее доделать и... А, все, 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 тихо, тихо, тихо. Все, я не трогаю все вы меня вообще, все. Я теперь, правда, пока боюсь ее тронуть. Я вижу еще, что, может, я завтра увижу, я вижу, что еще надо, есть над чем поработать мне, по крайней мере, вот в этом углу. Вот в этом углу я могу доделать? Ну-ка, вы прям меня заинтриговали. Девочки, не знаю. Чур, чур меня, чур. Если вы завтра посмотрите запись, я уверена, что вы его увидите. Там будет работа под другим углом совершенно, и вот глаз отдохнет, и тогда вы его... Ну, его не заметить невозможно, он очень классный. Короче, баста. Я пока оставляю так. Вы прям меня просто заинтриговали. Не знаю, мне кажется, что еще вот прям надо вот... Вот здесь вот это мне нравится, мне нравится низ, хотя можно здесь еще сейчас полосы умбры добавить. Я бы вот здесь сейчас еще подрисовала. То есть еще есть над чем поработать, девочки. Ну, ладно, скажем так, все, оставляем, да, не будем зарисовывать котика. Все, ладно. Давайте, знаете, как сделаем. Я эту работу доделаю, и я ее выставлю в группу. Это будет посвящено... Пусть это будет посвящено открытию магазина, пусть это будет некий такой какой-то знак, потому что у меня сейчас тоже определенные события в жизни разворачиваются, пока не могу это все озвучивать на камеру. Переломный опять такой какой-то момент. Я ее доделаю, я ее выложу в маленькую группу. У меня в ВКонтакте две группы, одна большая для общения творческая, вторая. Сейчас я ее переименовала. Это будет продолжение, как бы, или, как сказать, знаете, такая ступенька в интернет-магазин. То есть я там выставлю, и мы ее просто разыграем. Как вы на это смотрите? Давайте, ставьте восклицательные знаки, я не знаю, что-нибудь поставьте. Мы, я эту картину ставлю на розыгрыш. И не буду называть это конфеткой, и не буду называть это леденец. Вы там что-то увидели, я буду завтра смотреть. Я вообще никогда эти 3D-рисунки не видела, у меня очень серьезные проблемы с глазами. И я поэтому как-то это, ну, не дано мне какие-то вещи, где-то дано, где-то не дано. Давайте, все, я ее зафиналю, залакирую, сделаю багет обязательно. Не буду я, не люблю просто обычные рамки. То есть все-таки будет багет, и я вам... А вы уже у меня там, ну, как обычно, это бывает, знаете, в конфетке. Вы у меня уже пойдете там это все дело, перепосты, перепосты. Но это будет тогда как раз, вот я сейчас жду, мы сейчас уедем, приедем, я наполню магазин красками. Придет аппарат, там еще что-то как-то. То есть это будет в тот момент, когда уже, сами понимаете, уже хочется как-то... Сейчас пока не стартую с магазина, потому что не хочу, скажем так, ненаполненный магазин пиарить. Это вообще неинтересно, то есть хочу его наполнить, там уже можно будет о чем-то говорить. Все, на розыгрыш, а там как сказать, как бог да. Коля, он тут... Вы меня просто удивили. Может быть, я вас просто удивила, я не знаю. Давайте пока так оставлю. Ну, суть вы поняли. То есть вот эффект пасты я вам сегодня показала, вот такая вот чудная паста, в принципе, и сложная с одной стороны. И просто смотря, опять же, какой вы сюжет выберете. Если вы выберете не такой сложный фон, будет это гораздо проще. Можно выбрать просто какие-то однотонные и по низу, допустим, одной краской, а сверху уже перекрыть. Допустим, если фон такой, как у нас салфетка, да, вот, предположим, вот такой фон. Боже, я уже здесь чем-то замарала. А, это я тут, представляете, махала и фиолетовая краска. Вот хорошо, что она залакирована, раз, и протерла. То есть, если, предположим, вот на такой бы салфеточке, я тоже думала, я делала фреску, я делала ее объемные. Это было еще год назад. Она была в розовом цвете, потом я доделала уже одна объемный декупаж. То есть, смысл в чем, если бы вот такая была бы салфетка, да, здесь можно пасту, не обязательно такую, здесь можно обычную пасту. Поверх можно сделать, вернее, вниз темный цвет, это опять же, как я вам сказала, умбра, желтый, помешать там, каким еще, бежевым, предположим, да, под низ, под ложкой. А сверху просто пройтись по сухой кистью уже светлым, молочным, можно немножко белым. Получится просто очень легкая и офигенская работа. Вот других слов просто нет. А что, кстати, кот? Что символизирует вообще кот? Скажите мне, пожалуйста. Просто я вам скажу одну вещь, мы сейчас собираемся с мужем переезжать, это очень серьезный шаг, мы переезжать собираемся в другой город. Это очень болезненно для моих родителей, это очень сложная такая тема. И, как бы, поэтому на какой-то период я вообще, наверное, выпаду из жизни определенной, творческой. Нет, себе я не буду заставлять, я очень легко делюсь этим всем делом. Поэтому, коль я сказала, знаете, я как бы не зря же шучу, что мы Урал, у нас Ровы, человек слова, я сказала, я сделаю. Я ее доделаю и выложу на, не знаю, просто на розыгрыш вам. Спасибо, публика, вообще сегодня была прекрасная, было очень легко с вами, приятно. И мы сегодня сделали, я сегодня для вас сделала три таких чудных работы. Просто вот, как бы, каждая по-своему хороша и каждая по-своему интересна. Я надеюсь, что вы, ну, что-то для себя все равно узнали. Расширили свои горизонты. Так что, буду рада, если вы будете продолжать и онлайн, и, да даже если вы мастер-классы купите, всегда, пожалуйста, всегда могу проконсультировать, всегда могу рассказать. Вообще абсолютно без проблем это все и делаю. Вот, то есть нет у меня такого, что мне бывает, знаете, у кого-то купят мастер-класс, идут ко мне в консультации. Я спрашиваю, почему ты туда не идешь, а мне там не отвечают. Бывает даже такое вот, Ольга у меня тут консула тоже ко мне обращалась. Так что всякое бывает, поэтому буду рада. Что еще хотела сказать? А, отвечу, давайте на ваши вопросы отвечу. Позитивный сегодня был достаточный вечер, красочный. Даже не знаю, куда смотреть. Ольга, все единогласно говорят, что кот – это удача. Удача и счастье. Тем более, если вас ожидает новый дом, кота надо пускать первого. Ну, все как-то. Ну, давайте тогда, Коля, не, давайте я сама решу. Либо кота, либо панно. Все равно выставлю. Буду рада вас увидеть у себя в друзьях, в группе. Буду, наверное, благодарна вам, если вы завтра кину ссылку, может быть, сегодня, нет, завтра, скорее всего, вы не напишите на сайт отзывы о сегодняшнем мероприятии. Очень интересно будет почитать. Как бы обратная связь, она всегда интересна, она очень важна. Сами понимаете, какая-то энергия, обмен энергии, он же должен существовать. Я вам сегодня дала очень много информации в обмен. Послушаю, что вы скажете, можете покритиковать, сказать, фу, опять как много всего, я ничего не запомнила, и такое даже писали было. Я вас вообще первый раз видела. Так, знаете, пишут. Вот, поэтому, что еще сказать? Я даже не знаю, давайте спрашивайте, если вам что-то интересно. Да, сегодня публика была вообще отменная. Но я вам сразу могу сказать, просто видите, краски, это очень специфично. В принципе, вот, время позднее, и народу все меньше и меньше остается. Я думаю, что завтра все равно, я уверена, что завтра все равно будут просматривать. Очень много кто. Потому что информации на самом деле было очень много, и я как-то не могу выдавать, не могу делать что-то одно. Моя проблема в том, что я не могу быть и с чем-то одним, вообще, если честно. Если я как-то с этим выйду, я не знаю. Я не знаю. Смысла как-то не вижу. Мне это неинтересно, наверное. Поэтому следующее, следующее, ну, еще будет одно выступление. Мы сейчас с вами увидимся. Что еще сказать? Ну, все. Все остальное сказано, все остальное сделано. По поводу мастер-класса все рассказано. Так что, удачи вам. Всего самого наилучшего. Продвигайтесь в плане красок. Я прям желаю вам, знаете, самое что интересное, то есть должно пройти время. Должен пройти какой-то период. После каждого урока, не сразу, приходит какое-то осознание. Когда вы начнете сами рисовать, поймите и запомните для себя одно. Не надо бояться. Ничего смертельного вы не сделали. Всегда можно отшкурить, покрасить, перекрасить. Это вот всегда, да? И, как вы видите, можно использовать приемы многослойности. Если вы видите мои мастер-классы, вот там, элементарные, я их и буду сейчас снимать. Мне это просто самой безумно интересно. На каких-то досочках, на чем-то таком простецком, вот как раз показывается то, что надо, как говорится, тренируемся на кошках. А почему нет? Есть мастер-классы, будет вот мастер-класс, я его буду монтировать, где там он будет просто без слов, потому что, бывает, знаете, когда ходишь дома и рекупажешь, не всегда ты в потребном виде, сами почему-то понимаете, да? Ты же не будешь каждый день. Мастер-класс – это процесс. Его снимаешь очень долго. Некоторые мастер-классы, вот я мастер-классы сейчас снимаю, месяц практически. Поэтому это идет широкоформатно, видно стол прекрасно. И самое главное – детали. На меня что смотреть, зачем меня видеть? Поэтому я как бы в любом виде ночью, там, днем могу подойти, что-то поделать, поснимать. Поэтому он как бы вот конвейер идет, движется как-то. И бесплатно на Ютьюбе там очень много всего. Не успеваю. Фото мастер-классы вот отфоткал, надо описывать, не успеваю. Вот это да. Вот это как бы просто физически ко времени. Потому что куда ты денешь еще основную работу? Но никуда ты ее не денешь. На творчестве далеко не уедешь. Тут как бы, знаете, хотя я как-то художнице своей сказала, говорит, как говорят, художник должен быть голодным. Она мне сказала, Оля, бранье, бранье, не должен быть художник голодным. Вот. Поэтому люблю, целую, буду рада знакомству. Я так думаю, что, наверное, многие меня сегодня увидели вообще впервые. Ну и такое тоже бывает. А что ты делаешь? Надеюсь, что не в последний раз. Я думаю, что, наверное, уже все. Я прям не успеваю. Я не знаю, где читать, потому что уже глаза там не видят. Вот здесь я боком получаюсь. Все. Давайте уже поздно. Катюша, пока-пока. Сережа, пока-пока. Спасибо тебе. Очень приятно видеть мужчину в наших рядах. Хотя бы вот с какой-то поддержкой. Всегда поддерживаешь. Очень приятно. Спасибо. Да, Сергей, у нас активное участие. Главное, постоянно. Что лицом? Спасибо. До свидания. Спокойной. До свидания. Ждем вас снова в нашей онлайн-мастерской. Друзья, ну а я приглашаю вас перейти по баннеру и ознакомиться с предложениями, которые приготовила Ольга. Сейчас я выведу его на главный экран. А вы следуйте за мной и переходите на страницу. Сегодня Ольга приготовила для нас просто невероятное количество самых интересных предложений. И первая из этого в видео курс книга «Шкатулка Тиффани». Стоимость ее 1490 рублей. Скидка целых 32% и 74 балла в вашу копилочку. Друзья, из мастер-класса вы узнаете, как создать старинное изделие, как имитировать страницы, как пошагово самому смешивать акриловые краски. Что такое патинирование и как работать с трафаретом и штампами. Кроме того, курс включает в себя множество уникальных наработок, которые ранее нигде не публиковались. Не упустите такую возможность открыть для себя новые секреты в декупаже и приобретайте мастер-класс «Книга «Шкатулка Тиффани».» Друзья, еще один мастер-класс «Шкатулка Версаль». Каждая женщина в глубине души мечтает иметь дома дорогую вещь с историей. Но в наше время это очень дорогое и редкое удовольствие. Ольга предлагает вам создать такую вещь своими руками по ее мастер-классу. В мини-галерее вы можете посмотреть, какая работа получится у вас в итоге. Вот такая замечательная шкатулка с оригинальными накладками. Вы можете хранить в ней свои украшения, которые также любят порядок, и сохранятся лучше, дольше и будут иметь прекрасный вид долгое время. Стоимость мастер-класса всего 1290 рублей. Друзья, сейчас на него действует скидка в 39%, а за покупку мастер-класса вы получите 64 бонусных балла. Из видеокурса вы узнаете, как создать имитацию фарфора, как создать объемные элементы, характерные стилю рок-о-ко. Также научитесь заливать красками и патинировать объемные элементы, и научитесь расписывать работу акриловыми красками и контурами. Мастер-класс состоит из нескольких частей и очень подробно рассказывает и показывает только все в хорошем качестве. Кроме того, курс включает в себя множество уникальных наработок, которые также нигде не публиковались. Друзья, в подарок мастер-классу вы получите видеомастер-класс «Декор шампанского в винтажном стиле». Из мастер-класса вы узнаете, как правильно работать со стеклом и как задекорировать принт, чтобы работа смотрелась гармонично. Чтобы заказать мастер-класс, нажмите на зеленую кнопочку. Вы перейдете на страницу, где необходимо заполнить форму. Ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона. Далее подтвердите ваш заказ и добавляйте запись сегодняшнего выступления в вашу корзину. Друзья, сегодня был невероятно познавательный и очень информативный мастер-класс. Сохраните все полученные знания и возвращайтесь к ним снова и снова. Творите в удобное для вас время. Следующий этап – это выбор способа оплаты. Если у вас возникли трудности с оплатой, вы можете дождаться звонка нашего менеджера, и он в телефонном режиме поможет вам ее произвести. Или же самостоятельно сделать это с помощью баннеров, которые вы видите на сайте. Это могут быть электронные деньги, пластиковая карта, банковский перевод и оплата бонусными баллами. Я покажу вам оплату на примере пластиковой карты. Для этого перейдите по баннеру и заполните необходимые реквизиты. Это номер карты, имя и фамилия владельца, срок действия карты, три последние цифры на обороте, а также адрес электронной почты. Нажмите на кнопочку «Далее» и в течение двух минут ваш заказ будет оплачен. Друзья, еще один видеокурс – «Картина панно «Очарование Китая». Если вы не умели рисовать, но всегда об этом мечтали, свои фантазии и идеи вы сможете воплотить, просмотрев этот мастер-класс. Скидка на него целых 48%. Друзья, 44 бонусных балла за покупку. 890 рублей, и вы почувствуете себя настоящим художником. Создайте картину своими руками, которая будет завораживать всех. Это очень интересное и увлекательное занятие. Из мастер-классов вы узнаете, как создать панно, не являясь художником, как можно использовать трафарет, освоите игру красок и подрисовок, узнаете, как пользоваться поталью и как скрывать края распечатки, чтобы работа смотрелась целостной и гармоничной. В подарок мастер-классу вы также получите видео-мастер-класс «Декор шампанского в винтажном стиле». Заказать картину панно вы можете с помощью зеленой кнопочки, как и предыдущие мастер-классы. Друзья, ну и теперь самое интересное. Курс «Декупаж. Как избежать ошибок в начале творческого пути». Онлайн-курс. Три занятия по два часа каждая. Курс особенно будет интересен начинающим, те, кто только делает свои первые шаги в этом творчестве и не знает, с чего начать. Стоимость этого онлайн-курса 2400 рублей. Скидка на него составляет 25%, а в вашу копилочку вы получите 120 бонусных баллов за покупки. Напоминаю, что накопленные вами баллы за ваши покупки мастер-классов, за них вы можете приобретать мастер-классы, которые предлагаются на нашей конференции. В процессе онлайн-обучения вы узнаете все самое необходимое. Первое занятие будет вводным. Вы узнаете, как облегчить себе жизнь и с чего начать декупаж. Какие нужны материалы, распечатки, краски, лаки, кисти и на примере штукатулки, имитация бирюзы, освоите технику. Также познакомитесь с финишной лакировкой без наждачной бумаги. На втором занятии Ольга расскажет вам и расскажет об имитациях старины. Вы будете рисовать, патинировать, состаривать. На примере шкатулки книга рассказывает и показывает каждый ваш шаг. Третье занятие – это подведение итогов и вопрос-ответ. Вы сможете задавать все вопросы, которые будут возникать у вас в процессе обучения. Мастер-класс проходит онлайн, то есть все это в живом времени. Вы сможете исправлять свои ошибки, ну и, конечно, избегать их, задавая правильные и нужные вопросы на мастер-классе. Друзья, воспользуйтесь зеленой кнопкой, чтобы заказать этот онлайн-курс. И теперь еще одно из самых выгодных предложений сегодняшнего вечера. Друзья, комплект из трех мастер-классов. В него входит мастер-класс книга «Шкатулка Тиффани», «Шкатулка Версаль» и «Картина панно очарования Китая». Только представьте, сколько техник вам удастся освоить по этому комплекту. Его стоимость всего 2290 рублей и 62% скидки. Друзья, 114 бонусных баллов в вашу копилочку. А самое главное, вы получите в подарок видео-мастер-класс «Домик для чайных пакетиков». В нем показано, как можно отдекорировать домик с помощью полимерной глины, элементы лисировки, сухой кисти и многое-многое другое. Я думаю, вы успели убедиться, что мастер-классы Ольги всегда наполнены массой полезной информации. И она щедро и не делится. Друзья, заказать мастер-класс можно, перейдя по зеленой кнопочке. Вы попадете на страницу, где необходимо ввести ваши данные. Имя, адрес электронной почты и номер телефона. Затем подтвердите ваш заказ и переходите на следующую страницу. Сегодняшние секреты в записи выступления всего за 450 рублей. Добавляйте его в корзину и следуйте на последний этап выбор способа оплаты. Напоминаю вам, что вы можете оплатить пластиковой картой с помощью Сбербанка онлайн, электронных денег, банковским переводом и бонусными баллами. Я еще раз напомню вам, как совершить оплату с помощью банковской карты. Для этого необходимо заполнить указанные на ней реквизиты. Номер платежной карты, имя и фамилия владельца, срок действия карты, три последние цифры на обороте. Затем адрес электронной почты. Нажмите на кнопочку «Далее» и в течение двух минут вы получите уведомление о том, что деньги за мастер-класс зачислены. Друзья, ну и, конечно, ваш подарок – донат для чайных пакетиков. Вот такой чудесный мастер-класс у нас сегодня с вами состоялся. Друзья, было невероятно интересно и очень приятно с вами общаться. Наш вечер подошел к концу, у кого-то уже ночь. Я желаю вам спокойной ночи и жду вас завтра в 19.00 по московскому времени на мастер-классе Светланы Тихонировой. Друзья, всем удачи и всем до завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok